Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях доктор биологических наук Константин Северинов, генетик. И мы сегодня говорим об очень интересных научных вещах, которые мне очень хочется постараться сделать прикладными и понятными для нашей аудитории. Константин, большое спасибо, еще раз хочу вам сказать, за то, что нашли время. Представляю. Пожалуйста. Хочется сразу, знаете, с места в карьер. У меня вопрос, который меня прямо очень сильно заботит. Мы вот уже начали за кадром, у меня двое детей, и я на них смотрю с самого рождения. И я диву даюсь, насколько в них много от меня и от моей жены. То есть есть какие-то вещи, которые для меня просто необъяснимы с точки зрения реакции на окружающий мир, на поведение других, на какие-то конфликтные ситуации, какие-то эго-штучки. Я всегда как бы задаюсь вопросом, как это вообще приопределяется? Ну то есть почему происходит именно так? Почему я, глядя на своего ребенка, я смотрю, мне кажется, что это просто моя копия? Вот простым языком. Объясните мне, как так происходит? Ну, знаете, это как всегда же есть, это все во взгляде смотрящего. Я думаю, вы, наверное, хотите видеть. Начнем с того, что, по-видимому, ваша жена видит, ваша супруга видит в них себя, а вы видите в них себя. Каждый из вас их любит, и каждый из вас видит то, что вам хочется. Не дай бог вы доживете до того состояния, когда вам ваша супруга говорит, вот ты видишь, как он поступает? Так, а потому что он на тебя похож, да? Не-не, у нас такого не будет. Вот, поэтому, то есть вопрос вот этого по-английски называется nature versus nurture, генетика против воспитания, он сложный. И для маленьких детей, у вас же маленькие дети еще, да? 4-5 лет, да? Да-да-да. То есть для них вообще это очень сложно определить. Вопрос генетики воспитания, то, что врожденное, то, что приобретенное для детей, которые живут в благополучной семье, постоянно общаются с родителями, очень сложно разделить. Но есть такие лонгитюдные длинные исследования, которые показывают, например, что IQ, ну, как некая мера интеллектуальных способностей, в конечном счете определяется генами, то есть вкладом родителей. И определение это становится тем более четким и детерминированным, чем больше возраст ребенка. То есть, условно говоря, все, что вы вкладываете в вашего ребенка за счет всяких там экстракуррикулярных активностей, домов пионеров, я уже не знаю чего, кружков и частных репетиторов, оно где-то к 20 годам все сходит на нет, а потом уже просто все это на уровне генов в основном работает, к сожалению. Это сейчас так немножко удивило меня. Так, подожди, давайте по порядку тогда. Давайте я вам объясню, как все это работает. Давайте. Я как ученый, я вам расскажу данные, а потом уже вы интерпризируете, как хотите. Супер. Есть такой тест IQ, определение, который, ну, некая количественная мера чего-то, те, кто это придумал, тест говорят, что это мера интеллекта. Классическое, то, что все в школе проходили. На самом-то деле это просто тест IQ, потому что, условно говоря, житель Саванны, которого не съел гепард, лев и все прочие, он IQ-тест даст плохо, но, наверное, не глупее нас с точки зрения сноровки и смекалистости. Но, тем не менее, у нас ничего другого нет, у нас есть тест IQ, это прокси на интеллектуальные способности. И говорят, что высота теста IQ как-то коррелирована с жизненным успехом, что бы это ни означало. Было сделано большое исследование, когда брались пары семейные, у которых определяли их среднее IQ. Берется IQ мамы, папы, складывается, делится пополам, возникает некоторое число. И достаточно большое количество пар, мы говорим о тысячах пар, были распределены по некой линии от самой низкой до самой высокой. Понятно, да? Да, логично. У всех этих пар также были дети, и эти детей в каком-то возрасте тоже предложили им сдать IQ-тест. И оказалось, то есть представьте себе, что у вас по оси X IQ родителей, средней пары по оси Y IQ детей, и оказалось, что вы получаете некоторую такую, ну, не вполне линию, но набор точек, которые могут быть аппроксимированы линией с наклоном в 0,8, что означает фактически наследуемость IQ в 0,8. Что это означает? Что у людей, у родителей, которые в целом по IQ были выше, и дети оказываются выше, чем у родителей, которые по IQ было ниже, потому что у них дети тоже оказываются внизу, среди своей когорты. Вот это показывает, в принципе, что IQ наследуется. Способность сдавать тест на IQ наследуется, например, ничуть не хуже, чем рост. Рост тоже наследуется. У родителей в среднем более высоких, рождаются более высокие дети. И там коэффициент наследуемости тоже около 0,8. Но возникает некая проблема. Мы говорим, что рост, это понятно, мы это можем измерить, там все хорошо. С IQ чуть-чуть тяжелее. Но оказывается, что если рост у нас в течение нашей жизни, выйдя на какую-то линию, остается тем же, что он был, то IQ мы можем у этих детишек, про которых график я вам рассказывал, потом померить в 5 лет, в 10 лет, в 15 лет, в 20 лет. Это такие долговременные исследования. И оказывается, что вклад образования, школы, всех вот этих самых подпорок, костылей, для маленьких детей до 10-15 лет важнее, или сравним вклад вот этого всего, с тем, что дали им родители. А после 20 лет оказывается, что все, что вас учили в школе, и все, что вас родители пытались впихнуть, она потихонечку исчезает, и вклад в генетики становится вот чисто 0,8. Единица – это была бы стопроцентная детерминированность, ноль – это было бы полное отсутствие. А вот здесь корреляция 0,8. Это очень сильно. Уточняющий вопрос здесь задам. Смотрите, то есть до 10-15 лет я понял то, что важен вклад в обучение и так далее, и так далее, а после этого периода на более взрослых этот вклад, он как будто исчезает? Он нивелируется просто. То есть условно, если бы этого не было бы? Ну, мы не можем. Это пока что, это просто результат статистики. Ну, пусть там будет тысяча человек, или 10 тысяч пары детей и прочее. Мы не знаем, что это значит для каждого из нас. То есть я не знаю, что вас вкладывали ваши родители. Например, мои родители вкладывали в меня очень много. Я считаю, что я им очень сильно обязан. Но вот эти исследования, они вполне себе такие серьезные исследования, проведенные серьезными коллективами. Говорят, что лучшее, что может дать вам мама и папа, это свои гены. А все остальное... Эту фразу я слышал много раз, да. Интересный факт. Я понимал, что роль ген, она важна, но я думал, что... Вот как раз давайте тогда в эту степь и продолжим. Во-первых, вернемся чуть назад к маленьким детям. То есть когда я сейчас смотрю на них, и я вижу, что они похожи... Понятное дело, что я рисую где-то вещи, которые мне нравятся. Вы их любите, вы, наверное, себя любите. Идеализирую. Вы ищете в них себя. Я понял. Но тем не менее, есть какие-то просто неоспоримые факты, даже в тех вещах, которые мне могут не нравиться. Но я понимаю, что это вот конкретно я, например. Я смотрю на свою дочь, как она там ведет себя в конкурентной спортивной борьбе, не умеет проигрывать и так далее. Я понимаю, в кого эта вся история. И вот здесь мне очень интересен такой вопрос. Вот у них есть определенные гены. Есть, допустим, обучение, есть какая-то внешняя среда, социум, город, в который они попадают и так далее. И вот то же самое у меня, например, и гены моих родителей. Насколько вот эта внешняя среда и вот этот социум, и обучение, и еще что-то, оно может видоизменять это, то есть влиять как-то на гены? Смотрите, опять же, мы возвращаемся к этому nature versus nurture. На самом-то деле это еще три сто тела идет. Простой ответ, но никто не знает. Очевидно, что если человека не учить ничему, то, наверное, ничего хорошего и не произойдет. С другой стороны, есть люди, которых можно учить сколь угодно много, но толку тоже небольшого не будет. То есть все равно какой-то вопрос баланса. Если мы посмотрим, например, на IQ, как таковой, в принципе, как тест, представим себе, что это объективная мера некоторого интеллектуального развития. Но факты показывают, что общий средний на популяцию оценка IQ возрастает на 5 поинтов за 10 лет. Что это означает? Что мы за 10 лет умнее становимся, все мы как популяция, как человеки? Наверное, нет. Мы просто наблатыкались тесты решать. С другой стороны, то же самое и с ростом происходит. Казалось бы, рост – это все-таки не вопрос тестов. Рост – это что-то другое. Это какая-то объективная вещь. Но она, правда, связана с тем, что если человека не кормить, не холить, не лелеет в детстве, он в целом окажется маленьким. Не то, что мы все зажались как человечество, по крайней мере, не все. Но в целом рост у людей в каждые 10 лет двигается вверх, там, на пару сантиметров, в средний. Но в рамках всего этого это, с одной стороны, показывает то, что независимо от генетики, внешняя среда, безусловно, влияет. Было бы глупо говорить, что это не так. Условно говоря, если вы посмотрите на языки, на которых мы говорим, на приборы, на которые мы пользуемся электронами и прочее, они полностью определяются средой. Но в рамках всего вот этого движения всей человеческой общности все равно у вас возникает распределение, потому что каждый из нас внутри вот такой что ли поассоновского распределения может быть или посредине, или в первых 5%, или в последних 5%. Вот это распределение внутри здесь и сейчас в общности, оно, по-видимому, контролируется генами. Какими-то. Но это не означает, что есть ген роста или есть ген интеллекта. Вот отдельный совершенно вопрос. У нас есть 20 тысяч генов. Ген – это участок ДНК, который кодирует какой-то белок, а белок выполняет какую-то функцию. Вот волосы состоят из белков, кожа. Ну, все мы состоим из белков. Вот. Все эти гены чуть-чуть отличаются друг от друга у каждого из нас, ну, на уровне опечаток в тексте. Вот. Можно сказать, есть ли ген роста или есть ли ген IQ. Если IQ и рост наследуемы, значит, определяются генами. Ответ есть, но их 10 тысяч. Приблизительно половина всех наших генов, их состояние, их изменения, вместе, контрибутивно, каждый вносит небольшой крохотный вклад в наш рост, в наш IQ или в любой другой такой сложный признак. Они называются полигенные. Поэтому сказать, что есть ген роста, невозможно. Есть гены роста, их половина из всех наших генов. То есть такая совокупность большая. Да-да-да. То есть вы можете себе представить, не знаю, кто-то может помнит, еще были такие раньше на этих модных тогда еще когда-то хай-фаях. Такие эквалайзеры, знаете, когда можно проводить частоты. Представьте себе, что у вас этих контроллеров не 10, а 20 тысяч. И вы можете, каждый из них, двигая вверх или вниз, добиться какого-то результата. Вот двигание почти что каждое из этих самых несчастных рукояток вносит небольшой вклад в конечный результат, будь то рост или интеллект. Да. Оказывается, что что важно? Вроде все важно и ничего одновременно. Ну вот так как-то получается. Треллы и Джиры решили уйти из России и предупредили о полном отключении российских и белорусских аккаунтов. Если вы еще не перешли на российский софт для управления задачами, то сейчас самое время. Я хочу порекомендовать вам моих друзей из компании Русквант. Русквант больше, чем задачник. Это полноценная платформа управления бизнесом, с помощью которой вы гарантированно освободите свое внимание от контроля и сможете направить его на развитие компании. Ребята из Рускванты помогли уже более чем тысячи владельцам бизнесов выйти из операционки. Они внедряют два фундаментальных инструмента управления и дают вам готовую систему под ключ. Эти инструменты. Первый. Орг-структура в виде схемы компании с повторяющимися задачами. Второе. Регламенты, которые будут писать сами сотрудники. У ребят из Кванта есть готовые решения для стройки, производства, общепита, медицины и бьюти-индустрии. Кстати, недавно система Квант получила мощный апдейт функционала. И давайте покажу, как все выглядит изнутри на примере готовой настроенной системы для бизнеса на маркетплейсах. Вот орг-структура, представленная в виде функций компании. Компания разделена на следующие отделы. Аналитика, отдел закупки, продажи, маркетинг, склад. Если открыть функцию, например, продвижение товара ВБ, то внутри вы увидите важный инструмент систематизации. Повторяющиеся задачи. Они позволяют описать до 90% операционки всей вашей компании. И рядом находятся регламенты для назначенных сотрудников. Это успешный опыт, описанный и сохраненный в вашей компании. Когда регламенты описаны, вы можете спокойно менять сотрудников, не теряя при этом результат. И самая главная фишка, которая отличает Квант от других систем. Контроль. В Кванте есть специальный человек, который будет пушить все задачи до победного. Ребята его называют коммуникатором. Рекомендую абсолютно каждому предпринимателю записаться на закрытую экскурсию по ссылке в описании. Это актуально для тех, у кого уже есть сотрудники и для тех, кто хочет масштабировать свой бизнес. Квант – это технология роста, которая уже проверена в тысячах компаний. Ссылка в описании. Поехали. Все, я мысль уловил. Тогда возвращаемся еще немножко назад. Все-таки так меня тема детей очень сильно интересует и волнует. Это и правильно. Да, она в целом… Вы знаете, что мы ничего после себя не оставляем. Ни яхт, ни домов. С точки зрения эволюции, все, что мы оставляем после себя – это детей. Вот. Потому что это единственное, что мы реально можем передать. Естественный инстинкт, значит, у меня. Но мне так или иначе, я очень интересуюсь. И я, не знаю, то ли это навеяно современной модой, культурой и так далее, но я понимаю, что мои родители, безусловно, очень сильно старались и пытались как-то дать мне в тех условиях, которые были, дать какие-то возможности, показать, что есть. Я понимаю, что я тоже для своих детей могу еще, может быть, как-то в современных реалиях чуть лучше нащупать, помочь им какие-то там сферы деятельности, какие-то их склонности. Вы правда так думаете? Вы еще просто молодой отец, знаете. Я как отец с большим опытом уверяю вас, расслабьтесь. Давайте немножко все-таки тогда для начала вот про научные точки зрения. Смотрите, я наблюдаю за детьми, я, например, понимаю, что у меня там одна дочка, она склонна, я вижу, что ей нравится рисовать, клеить, лепить, то есть она вот эти вот вещи, ей супер нравится. Вторая дочка, например, меньше, менее усидчивая, гораздо более активная, но супер прогрессирует в спорте. И я, соответственно, здесь пытаюсь понять, могу ли я на основании 4-5-летних детей и их предрасположенностей сейчас, которые я наблюдаю, сделать выводы об их будущем и, например, сказать, моя дочка будет великой теннисисткой, а это будет дизайнером. И стоит ли мне их туда подталкивать или мне нужно расслабиться и дать им более? Мне кажется, вам нужно. Давайте посмотрим на это со следующей точки зрения, что определяет нас как генетические индивидуальные организмы. Вот есть такое понятие геном человека. Геном человека был определён 20 с небольшим лет назад, были большие там фанфары, и тогда ещё президент Клинтон и Тони Блэр, который был в Англии, это был совместный англо-американский проект, объявили, всё, ребята, геном человека мы определили, потратили там 6 миллиардов долларов, 10 лет на это работали, счастье должно наступить. Мы можем задать себе вопрос, что это такое, как геном человека, определённый тогда, какое он имеет отношение к вам или ко мне. Вот, отвечаем. Геном человека – это вся генетическая информация, последовательность букв оснований ДНК, их 4, А, Г, С и Т – это химические вещества, которые соединены в линейную цепочку, но мы их называем буквами, хотя ещё раз, это не буквы, не А, не Г, не С, не Т. Некоторые химические группы. Вот. Геном человека, то есть совокупность всей генетической информации, которая хранится в каждой нашей клетке, и получена нами от папы и от мамы, половина от папы, половина от мамы, составляет 6 миллиардов букв. Три от папы, три от мамы. Шесть миллиардов букв – это очень много. Вот, чтобы убедиться, насколько это много, нужно понять, что в двух томах войны и мира всего лишь 2 миллиона букв, 2-3 миллиона букв. Там дофига буквок, которые говорят, что вы – это вы, а я – это я. Вот. Можно задаться вопросом, как каждый из нас отличается от того генома человека, который был определён 20 лет назад. Оказывается, или мы друг от друга, мы же оба человеки. То есть это каждый раз, каждое поколение на 2, на 2… Не-не-не-не. Мы каждый из нас отличаемся, каждый человек содержится, каждый является человеком, каждый имеет геном в 6 миллиардов букв. И мы каждый из нас вариация на некую тему, мы некая книжка с опечатками. Так вот, количество опечаток между вами и мной – это одна опечатка на тысячу букв. Это означает, что вы и я отличаемся, и любой другой человек в студии сидящий или слушатель отличается от другого на 6 миллионов позиций. 6 миллионов из 6 миллиардов. Эти позиции случайно разбросаны по вот этому тексту. Текст остался тем же самым, если вы возьмёте, условно говоря, Льва Николаевич или Фёдор Михайлович или кого угодно, и в каждую тысячную букву его текста вместо «ё» вставите «ю», ну или ещё что-нибудь такое, текст всё равно останется. Да, будет читаемым. Ну да, 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 текст будет читаемым, это всё равно обузнаваемым автор будет, но там будет и какая-то индивидуальность. Когда мы с вами, не мы с вами, а когда мы с нашими партнёршами решаем зачать и создать ребёнка, то каждый из нас, во-первых, имеет удвоенную информацию – 3 миллиарда от папы, 3 миллиарда от мамы, и мы такие задублированы немножко, при том, что папа и мама отличаются каждый друг от друга вот поэтому сам, то есть папа дал 3 миллиона отличий, мама дал 3 миллиона отличий от общего. Когда мы создаём ребёнка, в нашей половой клетке случайным образом берётся 3 миллиарда букв текста ДНК, так что весь текст остался совершенно полный, книжка вся совершенно полная, но опечатки случайным образом берутся от вашей мамы и от вашего папы, это от бабушки, от дедушки будущего ребёнка. Представляете себе, какой возможность комбинации есть, да? Это отсюда, это отсюда. У вашей партнёрши возникает то же самое, поэтому, когда ребёнок происходит на божий свет и зачинается, если это только не однояйцевый близнец, то количество вариаций у двух сестричек или у двух братиков от одной пары возникших на самом деле безумное, потому что вы должны себе представить, что вот есть в вашем геноме возможность выбрать 3 миллиарда опечаток, 3 миллиона опечаток маминых и папиных случайным образом, и в итоге из этих 6 миллионов, 3 вы передаёте в вашем сперматозоиде, в ДНК вашего сперматозоиде вашему будущему ребёнку. Мать этого ребёнка делает то же самое. Возникает какая-то вообще безумная смесь. Магия это называется. Ну, магия не магия, но вот искать там вот это вот дядя Коля там с Вологды или вот то вот это вот, на кого он похож, очень сложно, потому что мы все очень сложная комбинация очень большого количества признаков. Можете ли вы сказать и подтвердить? Сейчас, вот единственное, что почему я могу, почему мы понимаем, что генетика или эти вариации, эти изменения, ну, мутации в сущности, они опечатки, действительно во многом означают, как мы выглядим, но никто мы есть. Это однояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы, они клоны. Это когда у вас была оплодотворена одна яйцеклетка одним сперматозоидом, а потом эта яйцеклетка поделилась на две клетки, из каждой из которых возник ребёночек. В этом смысле однояйцевые близнецы генетически идентичны, поэтому мы видим, что они похожи друг на друга. Настолько, что некоторые, кроме родителей, не могут их отличить. Это потому, что их опечатки, их изменения у них общие. Мы с вами менее похожи, чем два однояйцевых близнеца, потому что у нас много разных опечаток, у них одинаковые. Но у этих близнецов разные судьбы, у них одинаковое время рождения, но время смерти может быть совершенно разное. У них разные карьеры, и вообще у них много чего разного. Они как личности, не сводимы друг к другу. Это к вопросу, опять же, об образовании, воспитании и влиянии внешней среды. Генетика у них одинаковая, судьбы, вообще говоря, разные. Да, это как раз получается про внешние факторы, да, что словно один с кровати упал, второй не упал, одного собака напугала, второго не напугала, одного первая любовь успешная, второго не успешная. И один сидит на прозаке, а другой такой мачо такой. Да, 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 и вот о том же. То есть это, по сути, уже именно внешние факторы. То есть правильно ли я понимаю, исходя из того, что вы сказали, что вот эти вот, вот это вот от дяди Толи из Тамбова, это мы видим нашим взглядом и пытаемся сами найти эти сходства, которые в реальности не имеют... Нет, но смотрите, в каком-то смысле это так. И я сейчас объясню, почему. Каждый из нас, безусловно, содержит в себе 50% генов и их вариантов, то есть опечаток от папы, а 50% от мамы. Ну, иначе мы не можем произойти. Можно на этой стадии сказать, что значит, что я или вы содержим в себе по четверти генов или опечаток от каждого бабушки и дедушки. А вот это уже не так. Почему? Потому что, когда наша мама или наша папа создают половую клетку, из которых потом возникнем мы, то они случайным образом из вот тех опечаток, которые есть от их папы и мамы, которые присутствуют в одинаковом количестве, набирают вот некую такую смесь. И очень может быть, что с маминой яйцеклеткой вам передалось 90% опечаток вашего дедушки по материнской линии, а от бабушки осталось совсем чуть-чуть. Отсюда следует довольно интересная вещь. Это означает, что генетическое родство, прослеживаемое по генеалогии, ну, тот родил того, то-то-то-то-то-то-то, оно совершенно не обязательно связано с генетикой, а ведь в конечном счете мы верим, что генетика определяет то, кто мы есть. Почему это важно? Условно говоря, есть масса людей, которые, сдав генетический тест, получают информацию, что они, например, по происхождению потомки Чингисхана. После этого они тут же начинают напруживать мышцы, значит, так ходить, так это самое, и хотят, что это совершенно захватить хотя бы хоть что-нибудь, резань сжечь или что-нибудь такое, ну, сделать приличный какой-нибудь поступок. Но проблема в том, что генетических потомков, потомков, сводимых к Чингисхану, ну, просто потому что конкретно этот гражданин и его дети, размножались довольно сильно, очень много. Но носителей генов этого Чингисхана, у конкретного потомка физического Чингисхана, генов Чингисхана, понимаемых как опечаток относительно вот некого референса, может быть, очень мало, а может быть, совсем не быть. Что не мешает человеку, ну, вот этот наш покойный Вольфович, как его Жириновский звали, он себя, кажется, к Наполеону сводил. Неважно, так это или нет, но по факту. Но вот это сведение генеалогии к какому-то конкретно исторической личности, к сожалению, никоим образом не означает, что у вас есть хоть какие-то следы хотя бы генетической идентичности с этим конкретным индивидуумом. Я понял, потому что оно неравномерно. То есть, мы не можем сказать 50 тут, 50, 50, 50. Есть такой процесс в школе, но вам, может, дети потом объяснят, миоз есть такой процесс. Вот процесс миоза, это образование половых клеток, он связан с комбинацией, случайной комбинацией тех вариантов, которые есть у вас от папы и от мамы. И это вы передаете фактически бабушкин и дедушкин варианты своим детям. А там это вот абсолютно случайный процесс. Друзья, раньше я плотно занимался интернет-маркетингом и хорошо знаю одну распространенную проблему у предпринимателей. Если в вашем бизнесе первый контакт с клиентом происходит через звонок по телефону, то чаще всего вы не можете понять, где человек увидел рекламу и какой канал приносит больше всего лидов. Или наоборот, просто съедает бюджет. Но есть и хорошая новость. Оценить эффективность рекламных кампаний через звонки можно. Для этого подключите колл-трекинг в облачный АТС от Beeline Business. Вот как это работает. С помощью облачной АТС от Beeline вы можете создать несколько виртуальных номеров и указать их в разных рекламных каналах. Например, по радио будет один номер, а на билбордах в вашем городе другой. И все звонки будут привязаны к источнику трафика. Таким образом вы будете знать, какой рекламный канал принес больше всего звонков и платить только за те, что дают результат. При этом менять номер вашей компании не нужно, а статистику по звонкам можно отслеживать и погружать в личном кабинете. Колл-трекинг поможет значительно снизить затраты на неэффективную рекламу и его очень просто подключить. Для этого нужно около пяти минут и сделать это можно даже с телефона. С него же можно потом отслеживать звонки и аналитику. Минимальная стоимость колл-трекинга в облачный АТС от Beeline Business от 300 рублей в месяц за один номер. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и делайте ваши звонки эффективнее. Поехали. Понял. Тогда... Правда поняли, да? Я думаю, что, понятное дело, я не уловлю все, но для меня самое важное уловить логику, чтобы я мыслю абстрактными картинками, и у меня картинка понятна. То есть я понял, что это не так, что 50-50-50, и мы можем каждый раз делить. Вот абсолютно не так. Да, оно может быть так, 90 на 10, потом в следующий раз 90 на 10, и все. От мамы с папой гарантировано 50 и 50. А вот от всех остальных поколений совершенно не так. Да, потому что там тоже микс случился, как бы он весь перемешался. Да, я эту мысль уловил. Тогда, возвращаясь к моему вопросу и желанию... И это к вопросу о дяде Коре из Тамбова или еще откуда-нибудь, да? То есть его вклад может быть очень большим, непропрофессионально, а может быть крайне маленьким или нулевым. Да. Возвращаясь еще на один вопрос назад, про сделать из одной дочки спортсменку и из второй художницу. Тогда вот если, опять же, с точки зрения генетики, да, вот смотрите, мы смотрим на своих детей и пытаемся все равно каким-то образом нащупать, ну, как-то помочь им, да, я как родитель хочу помочь ребенку найти себя и стать в этом деле успешным. И как бы каким образом тогда, если мы все-таки опираемся не на тонкие душевные чувства, а на науку и на их генетический код, мы все-таки можем что-то нащупать и как-то можем помочь детям? Или никак? Я думаю, что никак. Я думаю, что это, ну, кроме как своим примером каким-то и прочим, но давайте рассмотрим, то есть, с одной стороны, ну, это уже не моя область, это скорее психология, но я подозреваю, что все, что мы хотим своим детям передать, это свои комплексы. Говорят, да, то, что вот нам не случилось, мы хотим, что пусть они это попробуют. Поиграет коты родной на пианино. А то я так хотел. Да-да-да, как у меня его теннис. Так мне нравится в теннис играть, жалко чемпионом не стало. Да, мы тоже самое, знаете, мы прямо коллеги. Да? У меня минус 11 зрения, мне как-то вот... С теннисом не задумывалось, да? Но очень нравится. Вот. Но нету... Непонятно, какие генетические предрасположенности определяли бы стремление рисовать или стремление заниматься спортом и прочее. Этого нету. Это еще более сложно, чем рост или IQ. Ну, потому что, условно говоря, вот теннис, успех в теннисе определяется, кроме физической подготовки, в частности, с правильностью конструкции скелета, симметричностью и прочее. Это зрение, да, ну, казалось бы. Конечно, реакция какая-нибудь, да. Реакция. Это психологическая какая-то устойчивость и прочее. Есть такое большое количество вещей, на каждое из которых, так же, как на рост или на IQ, влияют десятки тысяч генов. Поэтому, если вы хотите пойти в какую-нибудь компанию, дай бог им здоровья, и там за 100 тысяч рублей, или за сколько получить генетический анализ, который вам что-то даст, это будет даже не вранье, это будет правильно. Это будут результаты, которые будут показывать вам, что люди с таким количеством условных опечаток, изменений относительно некого референс-генома, когда-то давно определенного, в целом, среди вот топовых теннисистов людей вот с такими изменениями относительно больше. Но это сделано на анализе, в результате анализа, статистически достоверного, может быть, анализа, десятков тысяч, а может быть, сотен тысяч людей. Условно говоря, у вас есть 100 тысяч не теннисистов, ну, по крайней мере, даже ниже клубного уровня. У вас есть там, я не знаю, первые 100 WTA или девушек, ну, и как-то вы там что-то нашли, что-то, какую-то воду навели. Но это не диагноз, это не предопределение, потому что это просто говорит, что среди, наверное, успешных атлетов, в принципе, есть больше людей, у которых, я не знаю, там, сахар лучше сжигается, поэтому у них быстрее реакция. Это очень общая какая-то штука. Но если в целом, я думаю, выходить и определять вот количество факторов, которые влияют на успешность теннисиста, я думаю, мы сможем там сотни факторов разных насчитать. Как он переносит жару, как он переносит холод, как он потеет, как у него потеют ладошки, там, я не знаю, и там полетели дальше бесконечно. И сводит ли у него мышцу или нет, и что у него с локтем. Как быстро ему начинает хотеться есть во время игры и так далее. Или писать, например. Вот сейчас это важно очень. Да, сейчас же нельзя выходить часто. И раз уж вы затронули генетические тесты, мне как-то раз подарили генетический тест, но я, честно говоря, очень сильно запереживал его сдавать и не стал. По одной очень простой причине, я знаю такую популярную историю про то, как Анжелина Джоли пошла, сдала генетический тест. Ей сказали, что у нее там наследственно будет рак груди, она пошла, удалила себе грудь. И потом я просто, я читал много статей, там муссировали, говорили, что чуть ли как бы неправильно она сделала. Соответственно, у меня как бы исходя из этого два вопроса. Вот конкретная ситуация, например, с Анжелиной Джоли. И вообще, насколько то, что там показывает какие-то предрасположенности к болезням, вот эти генетические тесты к каким-то отклонениям, насколько, то есть из вашей логики, то, что вы до этого говорили, только лишь от небольшой части можно на этой операции. Смотрите, мы, для нас, для каждого из нас важен нас дорогой. Наша одна жизнь, для нас, ну, конечно, жизни наших близких важны для нас, но вот в такого рода диагнозах важен наш конкретный случай. Это единичный случай, конкретная судьба человека. Все генетические анализы построены на основании статистики, и в этом смысле они, например, очень полезны медицинским организациям или страховым обществом. Для лечения, для лечения, для кого-то, или для планирования этих самых, сколько ты хочешь взять с людей премиум за вот ту или другую, у которых есть та или другая мутация, да, потому что там на уровне сотен тысяч людей это становится большими деньгами, а для конкретного человека это вероятность. А вероятность, она ничего не значит, потому что вероятность рассчитана на популяциях в сотни тысяч людей, но я не сотни тысяч, я один, это вовсе, и поэтому для меня конкретно, что это значит, совершенно непонятно. То есть я не могу сказать, правильно ли вы сделали или нет, что вы не стали это смотреть, но вот есть такой пример, есть, он действительно один из величайших, ну, не уровня Дарвина, но близок, эволюционист 20-го века, его зовут Стивен Джей Голд, и он умер уже, но он, еще будучи очень молодым, но крайне перспективным человеком, в конце 70-х годов просто у него оказалось, что у него рак. И это был тяжелый рак поджелудочной железы, и ему там было еще 30 не было, и как он сам описывает, у него прекрасно подвешенный язык, он вообще в этом смысле совершенно замечательный человек, что некоторое время он просто решил убиться и сказал, что все, конец, я уже не знаю, пил он или не пил. Но потом он, потому что ожидаемая продолжительность жизни у людей с такого рода раком 5 месяцев. Но потом он вдруг подумал, подождите, пожалуйста, я вот профессор Гарварда, у меня неплохая зарплата, у меня хорошая страховка, я не самый глупый человек на Земле. Вообще говоря, вот эта средняя продолжительность жизни, она справедлива на ста или тысячах, или на миллионе человек, но для меня она ничего не означает. Ну, я уже какие-то он принял потом действия, я уже не знаю, какие, но существенно то, что у него он прожил 30 лет. Потом этот рак вернулся, он от него умер, но это уже был совершенно другой человек, это был зрелый человек, состоявшийся и все такое прочее. Вот, поэтому... Это как раз вот эти истории, когда ставят диагноз вам жить 2 месяца, а потом человек живет, поглядит. Да, но это вам жить 2 месяца в том смысле, что люди с таким заболеванием на основании статистических данных, их... Ну, смотрите, вот мы ездим на машине, да, есть определенная статистика, которая показывает, с какой вероятностью мы можем на машине разбиться в смерть. Например, эта статистика существенно выше, чем на самолетах. Понимаете? Ну, это правда так, да. Да, я знаю, на самолетах 500 человек на 5 миллиардов пассажиров работают. Да, да, ну, а вот на машинах сильно-сильно-сильно выше. Да. Но мы при этом на машинах ездим, и никаких проблем нету. Надо понимать, что вероятность погибнуть в машине, как правило, гораздо выше, чем вероятность погибнуть от большинства генетических заболеваний, которых мы начинаем бояться. Ничего себе, я не думал, что настолько... Ну, как, ну, в России умирают там 36 или, наверное, 50 тысяч человек в год от автомобильных катастроф. Это дофига. Логику уловил, про генетический тест понял. Потому что просто это то, что люди не знают. Мы не привыкли к этому. Я не призываю, то есть я сейчас резко против отношусь всякого рода просветительства. То есть можно считать, что людям нужно это объяснять. Я думаю, что люди... Ну, это будет очень сложно им понять. Да. Вот. Но и, к сожалению, от этого страдает вся отрасль, потому что, ну, правда, есть люди, особенно какие-то склонные к кипохондрии, которые, получив, ну, как в вашем случае, пример известного Анджелина Джолли, тут же идут и отнимают себе все, что можно. Хорошо. Проблема даже не в том, что они это сделали, а в том, что они являются ролевыми моделями, и масса других людей начинает делать то же самое. И вот это безумие очевидное. Да, я понял. Ключевая идея заключается в том, что все эти данные, все эти статистики, они на выборке, а не на частном конкретном случае. То есть мы можем сказать, да, на выборке это так, но как будет в данном конкретном случае, вообще неизвестно. Вернемся к автомобилям и к страховке. Если тебе там нет, я не знаю, 22 лет или прочее, то тебе страховая компания повышает резко плату за вождение автомобиля. Правильно? Да, но и стажа нет. Потому что группа рисков выше. Но это не означает, что если ты, пусть он тебе будет в 100 раз выше, чем у какого-нибудь там 50-летнего человека. Но это вовсе не означает, что любой 18-летний, севший за руль, помрет тут же, да ведь? Да, да, хороший пример, понял. Сейчас будет полезная рекомендация для директоров по маркетингу и развитию, генеральных и исполнительных директоров и предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес или эффективнее работать на свою компанию. Если вы чувствуете, что вам уже пора расти и вы хотите, чтобы вместе с вами росла и ваша компания, то советую присмотреться к совместной MBA-программе от Британской высшей школы дизайна и МГИМО «Стратегический маркетинг и менеджмент». Эта программа – уникальное сочетание классического подхода к MBA-образованию МГИМО вместе с практическим опытом и креативным подходом Британской высшей школы дизайна. Цель программы – актуализировать знания и прокачать навыки обучающихся, чтобы дать им все необходимые инструменты для построения конкурентоспособной компании в текущем и в 2024 году. Программа включает в себя изучение стратегического маркетинга и менеджмента, бренд-менеджмента, современных трендов рекламы и продвижения продуктов, финансового менеджмента, учета и анализа рисков, лидерства и повышения личной эффективности и множество других дисциплин, которые помогут переосмыслить процессы в компании и сделать их эффективнее. А также нетворкинг. Вы получаете новые знакомства с коллегами из индустрии и выгодные коллаборации. Каждый год на программе формируются интересные партнерства от дружеских до рабочих. Британская высшая школа дизайна уже более 20 лет обучает специалистов в сфере искусства, дизайна, бизнеса и маркетинга. Школа сотрудничает с партнерами из разных индустрий, что позволяет формировать актуальные для рынка образовательные программы. По окончании программы вы получаете два диплома. Мастер делового администрирования со специализацией стратегический маркетинг. Один от МГИМО, второй от британской высшей школы дизайна. Но главное, что вы получаете бесценные знания, которые дадут новый виток развития вашей карьере или бизнесу. Полную программу обучения и условия для поступления можно узнать по ссылке в описании. А если вы хотите послушать о программе вживую, приходите на День открытых дверей британки 2 сентября. Поехали! Тогда немножко еще вдаль, так как нас смотрят люди, опять же, деятельные, которые в поисках себя, в поиске своих предназначений. Деятельные люди уже нашли свое предназначение. Не, 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 деятельные люди, они могут быть в процессе, очень активно действуют в направлении пока что неизвестном просто, но совершают много действий, да. Так вот, про все-таки приопределенную предначертанность, да, с точки зрения генов. Смотрите, я понимаю то, что социум, я понял, что социум сильно влияет и так далее. Но есть ли такая история, что, например, если тебе генетически заложен определенный, да, определенный вектор развития тебя, твоего мозга и каких-то твоих там пристрастий и так далее, можем ли мы сказать, что рано или поздно человек при прочих равных условиях, он найдет все равно то, что для него вот наиболее свойственное и так далее? Нет, я думаю, не так. Я думаю, это тоже вредная вещь. Мне кажется, про это думать нужно не так. Мы немножко, мы как молекулярные биологи или генетики, мы, вы в некотором смысле предполагаете какую-то созидательность генов. Какое-то состояние гена позволяет вам делать то или другое. Я предлагаю смотреть на это с другой стороны. Смотрите, мы все человеки, ни вы, ни я, никто вокруг нас не готов себя признать генетически ущербным по отношению к другому. Мы все люди. Мы все хотя бы родились, выросли, членораздельно говорим, ходим на двух ногах и так далее и тому подобное. В этом смысле мы все варианты на какую-то тему. Есть просто естественная изменчивость, которая позволяет вот этих самых, вот эти 6 миллионов изменений, которые позволяют нам в каких-то условиях быть лучше, а в каких-то условиях быть хуже другого. Мы не знаем, как фишка ляжет и как условия изменятся. Смысл нашей изменчивости и любого другого вида изменчивости генетически в том, чтобы быть готовым отхеджировать риски. Что будет в будущем? Потому что будущее совершенно неопределимо. Поэтому вся эта изменчивость – это некий вариант для будущего отбора, когда вот что-то изменится. Но все хороши, все победили, все имеют первое место. Ну или хотя бы третье место в стиле бутерфляй. Но верно и другое, что есть заведомо плохие мутации. Есть, например, редкие генетические орфанные заболевания. Их количество более… Орфанные? Орфанные, орфанные – это по-английски сирота, их просто редкие довольно. Каждое из этих заболеваний довольно редкое, но есть и довольно часто, типа муковисцидоза. Но этих заболеваний более 10 тысяч. Что это такое? Это когда некоторые гены реально мутациями испорчены. Представим, вернемся вот к этому, там, Льву Николаевичу или Федору Михайловичу. У вас есть текст, в тексте есть какие-то замены. Большинство замен не влияет на смысл. Но есть замены, случайные буковки заменились, которые реально могут смысл поменять. Ну, просто слово изменилось на другое, и реально смысл поменялся. Повествование, да? Вот это то же самое. Вот. Так как замены возникают, мутации возникают случайно, то есть люди, которым так не повезло, у которых оказалась испорченная версия генов. У них генетическое заболевание тяжелое. Может быть, муковиседоз, есть заболевание крови какой-нибудь, талисемии, есть там лейкозы какие-то и все вот такое прочее. Вот это можно. Можно генетически определить простые заболевания, можно понять, почему они возникли. Но это не означает, что поняв вот это, вы можете взять здорового человека, не имеющего никаких таких повреждений, и сказать, что ему нужно сделать или каким он должен быть, чтобы прыгать дальше, выше, больше и все такое прочее. Это немножко похоже на самолет. Представьте себе сложную структуру. Самолет. Большой, сложный самолет пассажирский. Сломать его очень просто. Перережь любой проводок, более-менее не понимая, что к чему. Очень может быть, что он не взлетит. А если взлетит, то грохнется. Но это правда. Это означает, что он каким-то образом устроен, у него есть некоторая система связей, которую лучше не трогать. Если она будет нарушена, то может произойти что-то плохое. Но если ты взял Ту-154, то что ты с ним не делай, то 747-й Боинг ты из него, скорее всего, не получишь. Потому что это другого. Это улучшение, это совершенно изменение в положительную сторону, приобретение функции. Это совсем не то, что потеря функции. Поэтому я бы считал, что те из нас, кто здоровы номинально и не имеют очевидно генетических болезней или не носят эти болезни, не являются носителями, потому могут передать их своим детям, могут по поводу генетики вполне расслабиться и считать, что с ними все хорошо, потому что они хотя бы родились. Надо понимать, что подавляющее большинство, проверка на вшивость такую генетическую у большинства из нас произошла во время развития в чреве матери, когда мы из одной маленькой яйцеклетки через 9 месяцев вышли оттуда ручки, ножки. Ну, в общем, не человек, но уже что-то похоже на человека. Так вот, большинство комбинаций, которые, мутации, изменения папы и мамы, которые нефункциональны, они отсеклись еще в утробе. Условно говоря, были, это даже не аборты, это были терминации естественной беременности, которые происходили, даже мать могла про это не знать. Ну да, да, да. Просто, ну, не случилось, плохой вариант. Не та система в самолетике, в соединении проводов. Естественный такой отбор просто на уровне вот зачатия еще. Мне нравится, вам нравится теннис, вам еще нравятся примеры из авиации, я тоже фанат, я вот фанат авиации. Ну, это сложный, естественно. Да, 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 мне очень нравится просто это, к слову, про вот там, про то, сколько людей погибает и так далее. У меня просто в свое время была очень сильная аэрофобия, и я, как бы, пытаясь избавиться от этого недуга, глубоко-глубоко ковырял в то вообще, как эта махина летит, и когда летит какой-нибудь А-308 с гигантской, я каждый раз смотрю в окно, и я думаю, это сейчас происходит нечто просто невероятное. Когда ты смотришь, это гигантское крыло, и ты не понимаешь, как это взлетело, потому что насколько это сложный механизм. Спасибо братьям Бернули, между прочим, русские ученые в некотором смысле. Да, да. Берриакадемики. Да, на самом деле, это такая очень интересная тема. Тогда, вот, еще дальше, я просто всегда, как бы, да, очень часто, когда мы там размышляем и думаем, вот, склонен я к этому генетически, не склонен к этому генетически, вот тогда у меня к вам такой вопрос. Смотрите, у меня, как у человека, который интересуется много чем, мне хочется там и в IT развиваться, и творчеством каким-нибудь заниматься, подкасты писать, и вот спорт мне интересен, и так далее, и так далее, и так далее. Могу ли я, как-то, занимаясь и тем, и тем, и тем, понять и определить с помощью науки или с помощью каких-то ощущений, каких-то отголосок он мне дает, вот, могу ли я вот в этой области получить супер-классный результат? Вот, как, знаете, бывает, человек говорит, ой, он там не склонен к математике, да, он там гуманитарий, а этот, говорит, наоборот, вот, там, математик супер, а вот с русским языком не вяжется. Это классный вопрос, но нет, к сожалению, нет. И давайте, давайте я расскажу вам, как генетики работают. Давайте. Мы-то все должны вспомнить, мы все учились, и нас всех в школе учили законом Менделя, вот с этой фигней. Да, ну, к фигне и фигне. Я очень плохо учился, поэтому. Тем не менее, значит, что такое генетический опыт? Как можно понять, что признак передается в поколениях? Для этого нужно взять двух родителей, определить у них признак, признак должен быть измерим. Я не знаю, как можно измерить признак писательства, например. Ну да, это слишком мягко, да, то есть нет конкретики вообще количества. Менделя взял вот, что у него были горошек с зелеными плодами и горошек с желтым плодом. А, вот это я помню, горошки разные. Но у него они были, то есть, условно говоря, эти горошки он самоопылял, то есть, в отличие от нас с вами, горошки можно самоопылять так, чтобы просто в нескольких поколений вот он гарантированно зеленые здесь плоды, здесь гарантированно желтые. А теперь он их скрестил. И потом он посмотрел в потомстве первого поколения и второго поколения, что происходит. Вот генетика работает по тому, как ты смотришь, как признаки передаются в поколениях. В этом смысл генетики. Поэтому всякий раз, когда вы задаете вот такой вопрос, это правильный вопрос, он волнует подавляющее большинство людей, он практически интересен. Мне, как генетик, хочется ему ответить, что да, для того, чтобы на это ответить, на этот вопрос, дайте мне, пожалуйста, пару... Сейчас я скажу что-нибудь, а потом какие-нибудь гады будут писать в комментариях. Пускай пишут видео. Да-да-да, что вам нужно взять там тысячу писателей и тысячу писателек, писательниц, как их называть сейчас? Писательниц. Писательниц. И отранжировать их по качеству. И потом вы, как некий верховный бог, будете их скрещивать друг с другом и смотреть, что с детьми будет. Но это только так можно сделать. Если вы хотите знать, какие гены нужны для этого, вы должны... Вот если бы мы работали с мышами, но мыши не пишут, мыши делают что-то еще. Вот с лабораторными животными, где генетика простая, мы исследуем наследуемость признака, мы, как ученые, как такие демиурги, по своему желанию скрещивая особи тех, кого мы хотим, друг с другом. Есть очень популярный, очень важный в генетике процесс, называется бэккросс. Как вы думаете, что это такое? Бэккросс? Да. Это, я думаю, что... Обратное скрещивание. Вы берете ребенка и скрещиваете его с мамой или с папой. Ну, еще раз посмотреть, как признак-то наследуется. Да-да. Жутковатенькое. Нет, ну, для мышей, рыбок, мушек и так далее, это обычное дело. Вот. Но с нами это не будет работать, да? То есть генетика человека очень сложная. Мы, как объект, но это уж совсем в философском смысле, мы, как объект для изучения, для нас самих не очень годимся. Вот. Поэтому мы должны все время работать через какими-то вот такими окольными путями. И на простой вопрос, наследуется IQ или наследуется способность писать или писать особенно блоги, а блогов еще не существовало, когда ваши родители были в состоянии рожать детей, да? Вот так, ну, извините просто, если я говорю. Это невозможно на этот вопрос ответить. И поэтому все, что ученый может сделать, развести руками. Ну, или сказать вам, что, конечно, да. Но это уже такая коммерческая генетика будет, когда, что вы хотите, какой ответ вы хотите получить. Понял. Все, я переношу извинения за свои абсолютно дилетантские вопросы. А я за такие вопросы, которые меня интересуют. Нет, нет, они абсолютно правильные, но я бы рассматривал генетику как подспорье не для вот такой, в общем-то, развлекательных вещей. Ну, условно говоря, независимо от того, что вы думаете о своих, как что вы узнаете о генах своих детей, когда вам какой-нибудь там кто-то скажет про это, вы все равно, наверное, будете делать все, что вы можете для них. Ну, а как иначе может быть, да ведь? В этом, в некотором смысле, ваша функция. То есть я бы считал, что генетика важна, когда что-то, вот когда вот этот самолет ломается, когда какие-то проводочки, вот тогда это важно, когда можно найти причину заболевания и, может быть, даже и устранить. Но не улучшить, но и точно не выбрать жизненный путь. Она не для этого просто, а не про это. Вот затронули такую тему, интересно, прям вот обратное скрещивание, да. И я знаю историю, что, условно, если родственники заводят детей, да, там, как это, получается, брат и сестра, условно, захотят завести ребенка, то будет какая-то проблема. Можете объяснить, почему так происходит и что это вообще такое? Да, с удовольствием. Это очень хороший вопрос. Первый, наконец-то, да? Нет, 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 они все очень... Во-первых, меня очень давно этому научили, я все время это говорю, я правда считаю, что так, плохих вопросов не существует в принципе. То есть всякий вопрос, он правильный. Смотрите, мы начали с того, что каждый из нас имеет два набора генов. У нас 20 тысяч генов, которые делают нас нами, но у нас два раза по 20 тысяч генов. 20 от папы, 20 от мамы. 20 тысяч генов от папы с опечаточками. 20 тысяч от мамы с опечаточками. Представим себе, что гены – это некий участок ДНК, довольно протяженный, там, может быть, десятки тысяч букв, которые кодируют какой-то белок. Ген может быть случайно изменен за счет опечатки, но если один ген изменен настолько, что он не работает, слово изменен настолько, что смысл его потерялся от мамы, то папина версия его дублирует. Мы, вот если возвращаясь к самолету, у нас вся система задублирована. Да, кстати. Понятно, да? Два тормозова, два двигателя. Да, да, да. Теперь представим себе, что мы берем братика и сестру от одного этого самого. Но у них при их половом размножении может так статься, что папина – нехорошая версия, попавшая к дочке, и папина – нехорошая версия гена, попавшая к сыну, если дочка и сын решили скреститься, они в их ребенке задублируются. Таким образом, фактически мы с вами приходим теперь к идее, что в близкородственных браках у близких родственников общий набор опечаток. И если этот общий набор опечаток начинает поддерживаться вот в этой линии генеалогической, потому что они постоянно обмениваются одними и теми же генами, очень скоро у вас вместо дублирования возникают дублированные плохие копии. Ну, и это приходит, условно говоря, габсфордская губа, вот такие классические вещи какие-то, ну, то, что было у династии гадбургов австро-испанских и прочее. Она начинает наследоваться, потому что они скрещивались внутри себя, чтобы земли сохранить внутри семьи, но, как следствие, они генетически вырождались. То есть такие задублированные ошибки, по сути, да? И там тормоза отказали, и там тормоза отказали, и в итоге мы без тормозов. Да, да, да. То есть вот эта идея у малых народов севера и так далее, у многих народов, которые живут небольшими грубыми, брать, условно говоря, жен или мужей извне, а иногда просто обмениваться, предлагать жену приходящему человеку, она, как ни странно, имеет генетическое основание, потому что это способ внести новый набор генов с новыми опечатками так, чтобы можно было развести вот эти передублированные, одинаковые, испорченные версии генов. В некотором смысле дать новую кровь, на самом деле, как в таком народном языке говорится. Уловил, это такой интересный момент, я просто много раз слышал об этом, но никогда не понимал, почему это детально происходит. Хорошо, тогда вот тут я понял. Давайте тогда поговорим не про то, про наследие, какие-то навыки, еще что-то. Я понял, что это настолько неизведанное вообще поле, и что оно настолько сложное. Оно даже неизведанное, но сложное, да, в этой комбинации. Слишком много детерминантов. Да, да. Если вот, если вы имеете 3 миллиона опечаток отсюда, 3 отсюда, выбираете случайную. Слишком большой микс. Да. Хорошо. Тогда давайте про генетические предрасположенности к определенным недугам житейским. Например, вот есть люди, на которых ты смотришь и думаешь, что вы такие довольные вечно. Они вечно радостные, вечно довольные, у них всегда все прекрасно. А есть люди, которые постоянно грустят. Что бы ни происходило в их жизни, они грустят. Вот эти вещи, вот они как-то регулируются наследственно или еще как-то? Ну, я вот сейчас руковожу довольно крупным, на самом деле крупнейшим в России проектом геномным, где мы добровольцем, ну, мы делаем базу 100 тысяч геномов россиян, и это добровольная некая вещь, и мы тем людям, которые согласны нам, дают нам кровь для создания вот этой базы национальной, мы даем некоторый, мы называем это генетическим портретом. Он научен в том смысле, что мы не даем медицинских рекомендаций, это сознательное решение, потому что не надо давать медицинских рекомендаций в данном случае, чтобы не было как в случае в Коксджоли, да, а какие-то такие вот лактозовые можете, наверное, человек и так уже знает, у него переваривается лактоза. Я думаю, он понимает, что это довольно быстро, как только выковывает молочка. Да-да-да, или там глютеновые, еще какие-то вещи. Это немножко похоже вот на этот перерезанный проводок, но там довольно простая ситуация есть, что вы можете, еще раз, у вас есть каждого гена у вас по две штуки от папы и от мамы, у каждого гена может быть некоторое состояние, опечатка, которое, например, переводит к неперевариваемости лактозы. И у вас может быть их не быть ни одного, быть один, но от одного из родителей быть сразу два. Это можно определить и на основании вот такой бинарной системы 0, 1, 2 дать некоторую рекомендацию. Понял. Вот это можно сделать по ряду признаков. Мы у себя даем сейчас нашим добровольцам по 30 признакам. Но ни один из этих признаков вам не сделает вас… Один из этих признаков есть экстравертность или интровертность. Но здесь это становится полигенным признаком в том смысле, что оказывается состояние приблизительно 10 генов, 10 пар генов, вносит вклад в экстравертность и интровертность на основании статистических данных. Ничего себе, я думал, это исключительно психологическое. Каждый из вас, каждый из нас может иметь вот это бинарное состояние «да-нет» по гену, паре генов номер один, два, три, четыре, пять, шесть. Каждое из этих состояний вносит некий статистически достоверный вклад в экстравертность или интровертность, уже я не знаю, как определенных. Причем некоторые состояния вносят больший вклад, некоторые – меньший. Получив геном какого-то человека, посмотрев на состояние этих 10 генов, мы можем сделать простую математическую модель и сказать, что вы находитесь в таком-то положении от распределения, и те люди, которые, я не знаю, находятся в верхних 10% этого распределения по рискам, они экстраверты, а вы в 50%, поэтому гуляйте совершенно свободно. Но это, опять же, абсолютно не означает, что этого человека нельзя поставить в ситуацию, где он поведет себя как экстраверт или интроверт за счет внешних условий. Это такая больше склонность определенная. Она регулируется, опять же, социумом и изначальными условиями, в которых человек жив и развивался. Ну и внешней средой, да, и развивался. Человек очморить постоянно, любой начнет орать. Такой, наверное, совсем глупый вопрос, но тем не менее, вот, допустим, у человека есть генетическая такая предрасположенность, да, какой-то фактор, и если, например, человек попадает и там всю жизнь живет, ну, допустим, на примере там интроверта, он попадает в ситуацию, в которой он с рождения должен быть экстравертом, общаться с людьми и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Меняется ли что-то на уровне вот кода его или нет? Или это только вот в мозгу какая-то нейронная связь? Нет, наш код, если вы понимаете, под этим вот тот текст, книжку, мы получили ее от папы и от мамы по половинке. Все, и он неизменен. И каждая клетка вашего тела, в вашем теле сотни триллионов клеток, ну и в моем тоже. Все эти клетки прямые потомки яйцеклетки, которая возникла за счет слияния генетического материала наших родителей. А дальше происходило просто копирование этой книжки, ну вот этого текста. Сначала была одна клетка, стало две. То есть в каждой клетке есть вот это. Если вы хотите, я не знаю, будете ли вы спокойно спать, но вот эти три миллиарда, или шесть миллиардов, будем считать, ДНК, геном наш, это вот та самая двойная спираль знаменитая. Многие ее представляют себе. Но надо представлять себе, что это молекула, она состоит из атомов, это очень тоненькая-тоненькая ниточка. Но шесть миллиардов – это очень много. Если взять ДНК, в каждой клетке нашего организма находится ДНК длиной в шесть миллиардов букв. Если эту ДНК раскрутить и поставить так на попа и сделать вот той самой двойной спиралью, как она реально была бы, то получится приблизительно метр восемьдесят шесть. Ну вот мой рост как раз. Таким образом, вы, как организм, это некое существо, такое государство, состоящее из нескольких сот триллионов клеток, массеньких, в каждой клетке наворочено, напихано метр восемьдесят беревочек. Беревочек. И когда у вас клетки, миллиарды клеток вашего тела, вот мы сейчас с вами говорим, делятся. И всякий раз, когда клетка делится, это вот эти полтора метра восемьдесят ДНК копируется, книжка переписывается, возникает из одной молекулы две, и потом они расходятся в дочерние клетки, не перепутываясь, не зацепляясь. Ничего такого не происходит. Вот мы сейчас с вами говорим, иногда про это думаешь ночью и как-то не по себе. Вот я сейчас начал это себе представлять. Это похоже на то, знаете, какое-то есть, когда профессора спросили, вы бороду кладёте на одеяло или под одеяло. И вот и всё, и сон ушёл у человека. Да-да-да, вот надо понимать, при этом надо понимать, что всякий раз, когда ДНК копируется в каждой из клеток нашего организма, которая делится, а все наши клетки делятся, то всякий раз, когда вы копируете текст длиной в 6 миллиардов, можно сделать ошибки. Даже если мы переписываем страничку текста, мы сделаем опечатку. И вот та машинерия, те машинки, молекулярные белки, которые копируют нашу ДНК перед делением, они тоже шлёпают ошибки. И оказывается, что ошибки случайно происходят просто опечатки при копировании. Каждая дочерняя клетка, возникшая из одной материнской, в среднем содержит около 100 опечаток случайных, но ошибочка возникла. Дальше возникает, ну, само по себе, 100 ошибок на 6 миллиардов не так много. Проблема только в том, что некоторые ошибки ничего не значат, а некоторые ошибки случайно произошли в тех генах, которые, например, саркому вызывают или ещё что-нибудь такое. И вы ничего здесь не можете сделать. В некотором смысле поэтому, чем дольше мы живём, тем больше вероятность раковых заболеваний. Рак – это заболевание связано с накоплением генетических повреждений, а эти повреждения накапливаются просто потому, что чем дольше мы живём, чем дольше наши клетки делятся, тем больше мутации происходит. Другой вариант на эту же тему. Мужчины генерируют сперматозоиды в течение всей своей жизни, и сперматозоиды пожилого мужчины, условно говоря, отличаются от сперматозоидов молодого мужчины в том смысле, что произошло большее количество делений. Деление – это переписывание ДНК. Всякое переписывание, новые опечатки. И есть совершенно просто нормальные статистические данные, которые показывают, что у детей пожилых отцов больше изменений, которые возникли не потому, что они были у папы с самого начала, а потому что они у папы накопились в течение его жизни. И некоторые из них просто дают ещё дополнительное разнообразие, делают нас генетически индивидуальнее и так далее. А некоторые из них могут приводить к проблемам. То есть правильно ли я понял, что у нас идут опечатки, опечатки, опечатки? И когда появилась одна весомая опечатка в одной клетке, это не проблема? Не совсем так. Смотрите, мне кажется, очень хорошо про это думать в терминах, например, Библии. Вот христианство возникнув, по-видимому, единожды. Ну, начнём с того, что было там четыре Евангелия. Все евангелисты написали одно и то же событие, но написали уже по-разному. В зависимости от того, в какой стране. Дальше возникают ереси. Ересь возникает потому, что будучи написан раз, текст евангелический, потом переписывается. Но не было тогда фотографов и прочее. Переписывает человек и делает опечатки. Но если на какой-то стадии было переписано с опечаткой, то следующий летописец эти опечатки будет воспроизводить и будет делать ещё дополнительные. У вас возникает такая история, это абсолютно испорченный телефон. Накопленный эффект такой, да? Это накопленный эффект. Поэтому в случае, например, мужчин и генерации сперматозоидов, вы должны понимать, что чем больше мы стареем, сперматозоиды мы производим всё точно так же. То количество ошибок, которые там накопились, оно прогрессирует в ходе нашей жизни. Ну и для мужчин, для женщин это справедливо для всех остальных тканей тела. И, собственно, поэтому с возрастом вероятность рака увеличивается. Каждые 100 ошибок, 100 снарядов вряд ли попадут во что-то ценное, если у вас всего здесь 6 миллиардов позиций. Но когда этих ошибок становится всё больше и больше, потому что мы живём всё больше и больше, в конечном счёте вы падёте. Поэтому вот один из моих учителей говорил, это известная фраза такая циничная у медиков и биологов, что мы все умрём от рака, если доживём до него. Да-да, я фразу прекрасно знаю, да. Почему? Потому что чем дольше мы живём, тем больше накапливается ошибок, потому что жизнь — это копирование генетической информации, возобновление наших клеток. Ну а для того, чтобы дожить, как мы уже с вами обсуждали, слишком много внешних факторов, которые могут привести... Нет-нет-нет, всегда есть надежда на кирпич, на голову, что это самое, что всё это... Всё, я понял. То есть это такой определённый накопленный эффект, который, собственно, приводит к какому-то... По итогу приведёт к какому-то сильному нарушению, сильному изменению. А тогда у меня вопрос следующий. Почему есть огромное количество историй, когда рак случается в раннем возрасте? То есть это изначально от родителей переданы вот эти вот испорченные, уже с серьёзными опечатками, да? Да, ну ровно так. То есть есть врождённые формы рака, особенно у детей, вот всякие лейкозы, болезни крови. А есть приобретённые. То есть действительно просто родители могут передать тебе неудачную копию. Почему? Опять же, смотрим на папу и маму. Мы все дублированы. У папы есть ген, изменение которого приводит к гематологическому какому-то заболеванию. У папы одна версия хорошая, другая плохая. У мамы одна версия хорошая, другая плохая. Они носители. Они носители нехорошего состояния гена, но они про это не знают, потому что хорошая версия, полностью всё замещают. Они делают ребёнка. Непонятно, что передастся. Что передастся? Может дальше вот тот самый зелёный, жёлтый горошек Менделя. Может передаться две хороших, и ребёнок полностью здоров. Вероятность этого одна четвёртая. Может передаться одна хорошая от папы или от мамы, а другая плохая. Тогда ребёнок будет носитель. Таких будет 50%. Но каждый четвёртый получит две плохих копии, ну и со всеми вытекающими. В этом смысле вот к вопросу, а зачем нужна генетика? Генетика, на мой взгляд, сейчас очень важна для семейного планирования, потому что, ну, кроме самой приятности процесса, если рассматривать про ответственность какую-то ещё при, ну, создании, скажем так, детей, то, наверное, полезно знать ваши и ваши партнёршие состояния генетические, просто потому что бы ценить риски будущих детей. Потому что мы с течением времени, с течением развития цивилизации и уходим из-под действия отбора, и у нас всё больше и больше мутаций носительства, которые в нормальной ситуации, если бы мы с вами существовали в саванне, мы бы просто не выжили, мы бы не было бы повода для разговора. Ну, тот самый естественный отбор бы произошёл. Я понял. Ну, звучит пока что всё это как какая-то невероятная сложность вообще, система. Почему? А давай очень... Я имею в виду вообще в целом, то есть настолько... Я понимаю, что она математически логична, так как есть вот эти вот вероятности деления. На мой взгляд, она простая, как мычание. Она действительно очень логичная. Да, она очень логичная, да, но настолько глобальная, настолько много вот этих вот вероятностей. Тогда ещё вот, смотрите, про как раз наследственные истории, они в сторону болезней. Очень часто слышу, да, что родители, допустим, очень объёмные, полные, не знаю, как... Корпулентные, по-моему, это называется. Да-да-да-да. И потом, как бы, дети так случается, что они, как бы, тоже становятся похожими, да, в довольно раннем возрасте, говорят, но у меня наследственность. И вот мне интересно, с точки зрения таких вещей, как худоба, например, да, и наоборот, предрасположенность к набору веса, это определено или... Там, безусловно, есть генетическая предрасположенность, но, к сожалению, там тоже всё похоже на рост. Мы начали с вами с роста, ну, с высоких родителей то же самое, но не будем говорить про корпулентных, будем говорить про высоких. Да, наследуемость есть. Нет, нету конкретного гена. Есть много генов. Вот про муковисцидоз можно сказать точно. Есть один ген. Это что такое? Муковисцидоз – это болезнь. Люди умирают к 30 годам, задыхаются. У них изменён один ген, который кодирует насос. Есть такой белок-насос, находящийся в мембране клеток лёгкого, который выбрасывает ионы калия наружу. Ну, в лёгком должно, вот в просвете лёгочных львеол, должно быть определённая концентрация соли. И есть специальный белок, который просто из клетки берёт какой-то ион и выбрасывает наружу. А если он этого не делает, то изменяется солевой состав альвеол лёгкого, и там поселяется бактерия с красивым названием синегнойная палочка, и она образует такие биоплёнки по вашим альвеолам. В конечном случае вы не можете дышать, вас начинают лечить антибиотиками, но оно очень быстро становится устойчиво к антибиотику, и потом вы просто умираете. Ну, ещё там в цивилизованных странах люди сейчас до 40 живут, в нецивилизованных люди умирают там в 10-15 лет. Но это простое состояние, там просто к бабке не надо ходить. Вот оно изменено, и всё. Понял. Это одно. Все другие состояния вам не важны. Вот если у вас это есть, вам просто очень не повезло. Это означает, что у папы было носительство, у мамы было носительство. И вот это называется менделирующая болезнь. Или менделевская. Она наследуется как горошки, вот зелёный цвет. А есть сложные вещи полигенные. Где несколько генов определяют. Да, много. А может быть половина, как вот в случае корпулентности. Потому что, опять же, есть же масса случаев, когда люди начинают есть, потому что у них психологические проблемы. Да, да. Нет, я как раз пытался понять, насколько. То есть я понял, что вес имеет, но вопрос вот этих совокупностей факторов, он опять же гигантский. И её очень много. Поэтому, к сожалению, нельзя сказать. То есть вам скажут, но надо понимать, что нужно всё это пропускать через фильтр. А раз уж вы затронули тему антибиотиков, меня очень вот интересует тема вообще медицины. И я понимаю то, что в целом генетика, она очень тесно связана с развитием препаратов, вообще фармакологии. Потому что на основании понимания того, как что устроено, да, можно подбирать лучше разные препараты и так далее. Ну вот, если взять, например, антибиотики, такая вот история, которая пугает на самом деле. И потому что не до конца понимаешь, что это что-то такое сильное, весомое, но не понимаешь, почему все говорят, но я очень часто слышу, что антибиотики пить не надо, они приводят к раку. В чём? Нет, это всё байки, антибиотики, но к раку приводят жизнь. Это я уже понял, если удастся дожить. Если антибиотик вам позволил выжить в результате какой-то инфекции, и вы стали жить дальше, то с большой вероятностью, если вы будете жить достаточно долго, вы умрёте от рака. В этом смысле антибиотик к этому привёл, но это скорее хороший результат, чем плохой. Я прошу прощения за такой цинический взгляд на циничненький, да, слегка. Вот. Нет, антибиотики действуют на бактерии. В нашем теле и на нашем теле живёт огромное количество бактерий. Бактерии как тип клеток совершенно отличный от наших клеток, и антибиотики действуют на бактерии, а на нас не действуют. Ну, за исключением каких-то там побочных эффектов, которые, как правило, при разработке антибиотиков, они нивелируются или уменьшаются. Вот. Поэтому само по себе использование антибиотиков нужно... Антибиотик – это было золотой пулей, которая позволила нам уйти от туберкулёза, но в цивилизованных странах от миллиона всяких бактериальных инфекций. Условно говоря, если всякие чума и холера и всё прочее, что было бичом всей европейской мировой цивилизации, для нас сейчас не проблема. Потому что антибиотики работают. Вот. Никакого отношения к нашей генетике это не имеет. Ну, в общем-то, не имеет. Но при этом есть другая вещь. Есть некое направление. Называется оно фармакогенетика. Оно очень важное. И скорее это имеет отношение, например, к раку. То есть, вы можете представить себе, что вы главный врач какого-то крупного госпиталя. У вас там десятки тысяч пациентов. И у вас есть всего-то пять или шесть одобренных препаратов, которые вам позволяют лечить, там, не знаю, колоректальный рак или ещё что-нибудь такое. Каждое из этих лекарств стоит дофига. У вас их ограниченное количество в условиях России по госзаказу. И вы должны принять решение, врачи должны принять решение, к какому пациенту чего дать. Оказывается, и это доказано, что в зависимости от некоторого набора вот этих опечаток, то есть нашей генетической индивидуальности, некоторые больные с раком отвечают на лекарство номер один, а некоторые нет. А некоторым от этого становится дюжа худо. Поэтому вот фармакогенетика занимается тем, что создаются специальные базы, в конечном счёте, становятся продуктом. Люди просто продают за деньги, которые позволяют врачам сделать более-менее информированные решения, проведя генетический анализ, какому пациенту лучше давать какое лекарство, если ты хочешь, чтобы его увезли не вперёд ногами, а чтобы он вышел оттуда сам. И это абсолютно так, это работает. Я понял эту историю. Это даже, я так понимаю, что это есть и в более простых вещах. Условно, есть там, не знаю, анализ мочи сдаёшь, и тебе делают вот спектр препаратов, которые... Ну, да. Которым ты восприимчив, к которым ты невосприимчив. Ну, условно. Это в той же серии. Ну, это похоже, хотя на анализы мочи это вряд ли сработает, но с генетикой это работает вот так, да. Потому что оказывается... И опять же, это всё сделано в результате огромной работы сотен тысяч лабораторий, скринирования десятков тысяч, сотен тысяч человек, когда люди просто фактически сравнивали кейсы, проверяли обратным как бы ходом выходы конкретных терапий, потом сверяли это с генетикой, там, где это было возможно. Почему очень важно, чтобы создавались национальные базы генетические? Почему важно, чтобы все не жлобились, а на самом-то деле добровольно участвовали в этом не для себя, не для нас с вами, а вообще говоря, для будущего? Потому что чем больше такой информации, тем лучше и точнее можно предсказывать для будущих поколений, то есть, в частности, для наших детей, ассоциации или выходы из каких-то терапевтических, клинических, любых каких-то угодно воздействий, медикаментозных, в связи с генетикой. Потому что, да, оказывается, генетика влияет, но одно дело сказать, что она влияет в принципе, а другое дело определить, что влияет на какое лекарство, с тем, чтобы потом, когда вот случится что-нибудь, чтобы тебе могли сделать наилучший, оптимальный выбор. Я понял, да, то есть, я так понимаю, чем глубже мы будем в это погружаться, тем больше у нас будет данных, тем лучше сможем. И чем это более широко будет охвачено, то есть, проблема в том, что мы настолько, да, то есть, а данные это, в конечном счете, биологическая жидкость каждого из нас, которая не становится нашей собственностью, это становится огромной базой, которая просто анализируется уже на уровне статистики. Для каждого из нас конкретно это просто или повышает, или понижает шанс успешного лечения той болезни, с которой мы столкнемся по жизни. Вот, и... Понял. О, я знаете, какой вопрос вспомнил, интересный, меня давно волновало. У меня, когда, например, рождались дети, я сдавал в хранилище стволовые клетки. Вы сдавали? Ну, из пуповины, из пуповины, да. Из пуповины, собственно, брались каждый раз стволовые клетки. И идея была такая, ну, как бы, что я так понял, что каким-то образом, в случае чего, эти стволовые клетки могут применяться для лечения каких-то сложных заболеваний. Да, это как раз, это применяется как раз в том случае, если вдруг, не дай бог, у детей ваших, ну, вот в том возрасте, в котором они сейчас находятся, где-то приблизительно, иногда у детишек возникают лейкозы или какие-то болезни крови. И тогда клетки пуповины содержат эмбриональные клетки того самого человечка, который вот рождается. Будучи замороженными, они, в принципе, потом могут быть размножены, ну, в условиях лаборатории в больших количествах. И так как они стволовые, это означает, что они могут стать любой клеткой нашего организма. Когда мы яйцеклетка, там просто одна клеточка это всего и есть. Когда мы небольшой шмоток клеток, это всё равно просто кусок каких-то клеток. А потом вырос, вот видишь, там мозг есть, тут печень, ну, разные клетки. Ну, вроде как разные, хочется верить, что разные. И стволовые клетки как раз обладают возможностью переходить в разные ткани, ну, в зависимости от контекста. То есть клетка печени, клеткой мозга стать не может уже у взрослого организма, а стволовая клетка может стать и тем, и тем. Вот. И если почему-то в результате жизненного цикла у ребёнка, как правило, всё-таки у ребёнка, в ходе деления его клеток возникнет несчастье, вот та самая печатка, которая его, например, клетки крови сделает, ну, кроветворные клетки в костном мозгу, ну, сумасшедшими раковыми, у ребёнка будет лейкоз или ещё что-нибудь такое, то единственный способ его вылечить, вообще говоря, это убить все его кроветворные клетки химиотерапией или радиацией, а потом подсадить ему здоровые клетки, взятые от донора, который с ним иммуносовместим. Есть такое понятие иммуносовместимость, ну, немножко похоже на группы крови, знаете, вот эту группу крови, но это просто гораздо более сложное. То есть мы, в принципе, несовместимы друг с другом, большинство из нас. То есть, ну, с вероятностью один на тысячу можно найти человека, который более совместим, чем другие. И это означает, что в клетке этого человека, будучи подсажены вам, не будут уничтожены вашей же собственной иммунной системой. Поэтому, когда человек болеет вот такого рода лейкозами и прочими, стандартное его лечение – это шмальнуть радиацию или химиотерапию, убить все кроветворные клетки, потому что они поражены, они содержат в себе, к сожалению, мутацию, которую делают их раковыми. Человек после этого должен умереть, потому что у него нет кроветворных клеток. Но находится донор, который иммуносовместимый, у него берется биопсия костного мозга и подкалывается рецепиенту, то есть больному. Вот то, что взято у донора при условии, что он иммуносовместимый. Это далеко не всегда работает. Иногда возникает отторжение. Иногда нельзя найти донора. Особенно, например, у нас в стране это не очень эффективно. Вот эти регистры доноров – это отдельная совершенно песня. Иногда просто человек умирает, потому что нету донора, чтобы его спасти. Но если сохранены клетки пуповины, то это ваши же собственные клетки. И можно их размножить и попытаться вам подсадить ваши же клетки. То есть проблема иммуносовместимости здесь не стоит. Делается это ради этого. Ну, жутковато. Да ладно, нет. По-моему, про это хорошо знать. Во-первых. Мы все победили. Мы все уже большие. Мы все как бы… Да, но все равно. А я почему-то думал… Если вы закроете глаза, от этого это все не исчезнет. Да-да-да, я согласен. Я почему-то думал, что это вообще условно для меня клетки. Ну, то есть в случае если… То есть вы думали, что пуповина ваших детей, она для вас. Нет. Честно говоря, да. Я почему-то думал, что это работает именно таким образом, что если у родителя что-то случается, то так как там есть, короче, сверхеликсир, который ты выпиваешь и становишься сверхчеловеком. Нет. То есть все, понял. Это нужно для того, что если, не дай бог, какие-то будут проблемы у ваших детей, то их эмбриональные клетки могут быть использованы, но в идеале, если мы смотрим вообще за горизонт куда-то, можно себе представить, если когда-то будет там принтирование органов или прочее, то это будут клетки их, генетические, поэтому они будут совместимы с ними, и поэтому, когда, если мы когда-то придем к замене, условно говоря, органов, то вот это будет тот материал, откуда это будет строиться. Здорово. Ну, то есть условно это абсолютно не бесполезная история с сохранением стволовых клеток. Ну, она нужна, слава богу, пока что лишь там одному из тысячи, а может быть, меньше людей. Тем не менее, тем не менее. Но ты никогда не знаешь, как родители, как фишка ляжет. Это же правда, это же не вопрос, что ты там грешил или еще что-то такое, это просто вот так бывает. Ты же не контролируешь, как у тебя ошибки, ваш ребенок не контролирует, ой, какой ребенок не контролирует, в какой клетке его, когда ДНК делится, куда вот эта замена упадет, изменение произойдет. Это абсолютно случайный процесс. О, меня аж проворало. Предлагаю более позитивные темы. Это прекрасно. Вы представьте себе, все это работает. Этому я очень рад, но я как раз из той категории... Это даже не самолет, это вообще совершенно другого уровня сложности системы. Я понимаю, но я как раз из той категории ипохондриков, которые, найдя у себя микроточку, идет в Google и находит там 3000 болезней, и я понимаю, что завтра нужно ехать, отрезать руку. И от этого еще хуже становится. Да-да-да, у меня от этого, просто у меня все изнутри, я уже вот прям чувствую меня там. Я тут недавно заметил, что я начал то ли стареть, то ли взрослеть, у меня начали появляться морщины, и, в общем-то, вот этот вот юношеский лоск, он куда-то улетучился. Мудрость приобрели? Я надеюсь, что да. Видите, одна башня, башня. Обзамена. Бартер, бартер у нас произошел. Надеюсь, что мудрость приобрел, но тем не менее, вы, во-первых, очень классно выглядите, и очень, я вообще-то думал, что вам гораздо меньше лет, чем вам есть, вот. И у меня возникает вопрос, ну, на самом деле, он такой бытовой достаточно, естественно, ну, там, я не знаю, наверное, не у всех, но мне хочется с годами выглядеть свежо. И, например, я иногда смотрю на людей, и кто-то в 55, там, в 60 лет выглядит так, что ты думаешь, вау, ну, суперклассно, а кто-то в 55 выглядит так, как будто ты думаешь, что им в 80. И, соответственно, вот здесь вот у меня тоже вопрос, насколько это генетически предрасположено, и можем ли мы на это влиять? Очевидно, с одной стороны, что это тоже вот это nature versus ночи. Ну, наверное, ну, большинство наших предков, там, не знаю, еще 100 лет назад или 200 землю пахало, или еще что-нибудь такое делало, да. Понятное дело, что тяжелый труд физический и все такое прочее способствует, там, изнашиванности суставов, от самого... Кожи, от солнца, и все такое прочее. То есть, безусловно, я не к тому, что офисный труд очень полезный, но влияние внешней среды огромное. Основной эффект старения, ну, вот внешнего на уровне кожи, это фотоповреждение ДНК и белков в нашей коже, ну, за счет ультрафиолетового света. У нас, в наших клетках, вот мало того, что у нас есть машинки, продукты генов, белки, которые копируют наши ДНК, там есть еще специальные машинки, которые чинят нашу ДНК, когда она рвется. Ну, все-таки метр восемьдесят в каждой клеточке, это же постоянно будет рваться. И ДНК наше меняется, когда в нее попадают фотоны, кванты света. Она реально... Вот ошибки могут возникать просто потому, что в букву А или в букву Г попал фотон света, она просто изменилась. Так реально происходит. Ничего себе. Вот. Это называется фотоповреждение. И, ну, клетки с этим научились жить, они это как бы зачинивают. Но так как чинят это, условно говоря, машинки, белки, которые сами являются продуктами генов, а гены могут быть у нас чуть-чуть разные, оказывается у разных людей разная способность к починке фотоповреждения ДНК. И вот в том же нашем, этом самом несчастном генетическом портрете, так как мы не считаем, что это медицинские важные информации, мы даем такого рода рекомендации, потому что есть несколько генов, несколько состояний, которые статистически, опять же, показывают достоверные изменения по спектру фотостарения кожи в связи с какими-то вот этими генными состояниями. Вот. Ну, да, это вот так происходит. Но надо сказать, опять же, что я подозреваю, что это лишь очень такая верхняя часть айсберга, потому что я, то есть мне кажется, и знаете, есть люди же очень по-разному устареют, что кожа – это десятое дело. Вот у меня сейчас плечо вылетело, там еще суставы есть и прочее. Есть много чего еще внутри, которое начинает плохо работать. И это, опять же, очень сложная система. Это я заметил. Кстати, а вот просто, что мы по клетке загляли, у меня есть такой подарок прекрасный в виде, как это у меня называется-то, тазобедренный сустав, у меня, у которого, как это называется тогда, сустав разрушается. У степороз у вас, что ли? Не-не-не, господи. Артроз. Артроз, да. Это есть генетическая… Не, у меня посттравматическая. То есть у меня была травма сустава, и, собственно, после этого у меня там началось как бы повреждение. Вот у меня интересно, как бы, смотрите, кожа, например, она после пореза восстанавливается, да, и сама собой зажила. А почему мой сустав, он как бы не восстанавливается? Ну, потому что они по-разному устроены. Кожа, клетки кожи постоянно слущиваются, пока мы живем. То есть вот вопрос со стволовых клеток. Здесь у нас есть под непосредственно эпидермисом, здесь слой клеток, который постоянно делится. А вот это мертвые клетки, они просто слущиваются, новые приходят на их место. Суставы наши устроены просто не так. Но суставы наши, так значит, у вас есть две кости, которые входят в некий контакт, между ними там какие-то хрящи и там какая-то жидкость и прочее. Оказывается, что стабильность хряща, который поддерживает вот все это сочленение вместе, она тоже генетически обусловлена в том смысле, что есть белки, которые являются продуктами генов, которые ответственны за вот это соединение. И если в этих генах есть какая-то изменчивость, она всегда есть, но так по определению, мы все отличаемся друг от друга по чуть-чуть, то некоторые сочленения более прочные, а некоторые менее прочные. И риски остеопороза генетические действительно, например, есть и риски каких-то проблем с суставами тоже генетически обусловлены. Понял. Но опять же это не означает, что вам после этого нужно бежать и вставлять себе титановое бедро, потому что это… Меня уже благо предупредили об этом. Вот, это статистика. То есть, вот вы как бы… Ни одно из этих вещей, за исключением простых штук, вот я уже говорил про муковисцидоз или еще какие-нибудь вот такие вещи, болезнь теоса… Это где вот линейный, да? Один и все, да. Да, все остальное – это риск. Наверное, про это полезно знать. Наверное, после этого полезно что-то делать или не делать, наоборот. Но воспринимать это как диагноз, бежать, кричать, «Ой, мама, что же я это самое…» Это неверно. Потому что все эти риски все равно… Ну, смотрите, пусть в среднем по популяции риск какого-то заболевания, ну, для примера, 10 на миллион. Это вот такой в среднем, да? Пусть у 10 человек из миллиона есть некоторые заболевания. Пусть какое-то состояние гена, пусть не вашего, моего, увеличивает этот риск в 10 раз. Много или это не мало? Ну, казалось бы, если я просто так пишу где-то, вот найдена мутация, которая в 10 раз повышает риск какого-то страшного заболевания. То есть 100 на миллион. Ужас. Но это 100 на миллион. Но я-то один, а 100 на миллион – это как на самолете летать почти что. Ну, не совсем так, но тем не менее. То есть это для меня очень мало значит чего-то. Понял. Тогда еще вот немножко в тему изменения внешнего вида. Сейчас просто вот про это хочу сказать еще, но и именно поэтому, вот если мы говорим про все эти генетическую информацию, очень важно, чтобы она не попадала в дурные руки и неправильные руки, потому что если вы страховщик, то для вас разница в 10 раз очень важна. Да, это просто данная выборка. Да, это данные. И тогда вы имеете право, как бизнесмен, людям с таким состоянием увеличить страховой полюс цену. Почему? Ну, я же знаю, что у них они в большем риске. Но, условно говоря, если у меня риск чего-то там 100 на миллион, то скорее всего я доживу до своих там 80 лет и помру без всяких, ну, не от этого, а от чего-то еще. Но при этом человек, организация, которая знает о моем повышенном риске, не применяет этим воспользоваться и заставит меня платить больше, ну, тоже в некотором смысле осмысленно, потому что статистически они будут правы. Да, я понял. Все, супер. Вы очень понятно объясняете. Это очень классно. Сложные вещи, понятным языком. Не, я просто понимаю то, что я сложные вещи не очень просто воспринимаю, но у меня все укладывается в голове. По поводу вот внешнего вида еще и видоизменений. Почему так происходит, что ты выпил пару-тройку бокалов вина, и на утро ты объективно хреново выглядишь? И то есть ты прям видишь, что у тебя кожа, она другая. И это первая часть вопроса. Первая, пить надо меньше. Вторая, нужно пить, нужно просто дегидрация, нужно водой больше. Это водичка будет, это правильно, да. Бокал вина, бокал воды, это да. А хорошо, тогда другой вопрос. Например, алкоголь. Я сейчас не говорю про алкоголизм, это меня в меньшей степени интересует, а пару-тройку бокалов вина пару раз в неделю. Насколько это влияет на то, что плохие клетки, например, ошибок становится больше, и они как-то там чаще. Само по себе ошибки возникают внутри наших клеток, независимо от нашего с вами желания. Потому что, еще раз, вы должны себе представить, на ютубе можно найти картинки, есть некий фермент, белок. Называется он по-научному ДНК полимераза. Это, представьте себе двойную цепочку ДНК, у вас эти две цепочки взаимодействуют как инь и янь, условно говоря, здесь некий текст, здесь некий текст, они задублированы, так что можно эти две цепочки разделить и по каждой из отдельных цепочек достроить недостающую. Была одна молекула, стало две. Вот так. И ДНК полимераза делает вот это, разделяет и досинтезирует. Она это делает, она копирует эту материнскую цепочку, делая следующую, и делает ошибки. Но делает ошибки очень редко. Ну, с какой-то частотой она их всегда делает. И будете ли вы пить или бузить, или еще что-нибудь делать, от этого ничего не изменится. Это просто происходит само по себе. То есть, это не связанные совершенно вещи. Другой вопрос, что вы можете, например, я не знаю, если вы курите, пока особенно сильно курите, то канцерогенные вещества, находящиеся в табачном дыме, взаимодействие с клетками легких, потому что курение обычно повышает частоту особенно рака легких, оно будет физически повреждать ДНК. Но это другой вариант. Спирт сам по себе не повреждает ДНК. Он вызывает массу других каких-то последствий, но само по себе питье этого дела ни к чему не приводит. Более того, про красное вино все постоянно говорят, что оно то влияет на продолжительность жизни в хорошую сторону, то нет. А я получил свой собственный генпортрет у нас же в нашей прекрасной организации, потому что я как один из первых должен быть, как руководитель, сдал свою кровь на все это дело. Написано, что красного вино надо побольше? На этой стадии я вдруг понял, что у меня неправильная работа или что я должен прекратить верить в генетику или за нее топить, потому что у меня написано, что у меня непереносимость алкоголя генетически. Ну и я грешным делом, вот и сказали, один-три бокала в неделю, но я выпиваю бутылку белого вина в день. А теперь я даже не знаю, что мне с этим делать. То ли из профессии выходить, то ли от вина отказываться, то ли что вообще. И у меня такой клинч возник на этой стадии. Забавно, кстати, про курение. Я смотрел как-то раз видео с конференции по кардиологии, сердце кардиологии, и там подходили, задавали вопрос, если бы вы могли сказать самое плохое вообще, что никому и что всем посоветовать отказаться. Все как один говорили курение. Вообще удивительно. То есть там прям к каждому подходят и говорят, что самое плохое вообще для сердца, для сосудов? Курение. Что самое плохое? Курение. И вы сейчас просто тоже про курение сказали, а я так вспомнил. Да, наверное, оно влияет. Такое, что это. А можем ли мы как-то... Что не означает, что среди столетних людей нету курящих? Да, да, не лишь подтверждает правила. По поводу вот про алкоголь я понял, что про влияние. А с точки зрения того, как мы можем наоборот помогать своему организму медленнее стареть? Или это процесс, который уже тоже заложен... Медленнее стареть, меньше есть. Вот очень простой вариант. На самом деле, если вы посмотрите, у нас все-таки вот те машинки, которые нашу ДНК копируют, и которые совершают иногда ошибки, но они делают эти ошибки очень мало. Основная проблема в том, что наша ДНК портится за счет взаимодействия с внешней средой. Ну, солнце, понятное дело, но не ходите под солнцем и дело с концом. Но внутрь нас солнце не проникает. Проблема в том, что мы едим, мы же не можем не есть. И когда мы едим, мы похожи на двигатель внутреннего сгорания, особенно, знаете, на такой вот с турбонасосом. Что вам нужно? Вам нужен бензин, ну, топливо, которое смешивается с воздухом, возникает топливная смесь, а потом все это подыщет, взрывается. Нужен кислород, чтобы окислять пищу. Вот в каждой клетке нашего организма происходит окисление молекул пищи, в конечном счете это сахар, ну, с выделением энергии, необходимой для всяких разных дел и все такое прочее. Проблема в том, что всякое окисление всегда приводит к неполному сгоранию, так же, как в двигателе. Возникают так называемые активные формы кислорода, радикалы. Ну, просто не догорело, скажем так. Эти активные формы кислорода, они химически настолько активны, что они повреждают неспецифически, неизбирательно все молекулы, которые находятся вокруг. Ну, в частности, там внутри клеток находится ДНК, в те самые метр восемьдесят. Вот, поэтому активное потребление пищи, активные физические нагрузки, на самом-то деле, это все сжигание. Мы немножко похожи на топку такую, да? Вот, всякое активное сжигание приводит к генерации активных форм кислорода, которые с течением времени повреждают ДНК ненаправленно. Но чем больше таких повреждений накапливается со временем, тем больше вероятность, что возникнет какой-нибудь непредвиденный и нежелательный результат. Хороший совет, будем стараться. Но, опять же, теперь только нужно… Вот дисклеймер такой очень важный, потому что… И тут, понимаешь, за тот, кто перестал есть в принципе. Да, не дано предугадать, как наше слово отзовется, потому что нужно понимать, что есть четкие данные, биологи, ученые получили данные, что на ряде модельных организмов как-то дрожжи, червяки, нематоды, мухи показаны. У них тоже есть средняя продолжительность жизни. У нас она, допустим, 80 лет, а у них там, ну, у червяка, там, не знаю, 2 недели. Так вот, если его снизить, калорийность пищи этому несчастному червяку на, там, не знаю, 30%, то продолжительность жизни у него вырастет, там, я не знаю, процентов в 20-30 или 40, он просто дольше, чем меньше он живет, тем больше он живет. Ну, мы не знаем, счастлив он живет или нет, но живет он точно дольше, вот абсолютно точно. На этой стадии можно сказать, что все должны как бы попасть в эту самую ситуацию блокады Ленинграда, но это не так, потому что на людях таких опытов, это к вопросу о том, почему с людьми тяжело делать опыт, на людях таких опытов не проводили, и мы не червяки, не дрожжи и не мухи. Но, в общем-то, в тех случаях, когда эти опыты делались на модельных организмах, результат все время был один и тот же. Но на людях такие опыты, очевидно, были бы неэтичные. Ну, и неэтичные, это еще огромный период, это с огромного детства надо. То есть, вы представьте себе, что рождается какой-то, уже не знаю, будут ли это родители, кто-кто, кто-кто. Кто-кто примет решение об этом. Вот, вот, вот. То есть, слава богу, у нас такого не может быть, слава богу. Но есть такое подозрение. А раз уж мы про еду заговорили, а такие штуки, как, например, отказ от мяса, вегетарианство, вот эти все истории, очень, очень двояко, потому что я прям помню, был момент, я прям несколько раз натыкался на статьи, что типа вот отказ от мяса и растительное питание увеличивают риск возникновения раковых заболеваний и так далее. Я думаю, что все это, я очень ценю, особенно сейчас в последнее время, это как много с ними работаю, наших медицинских, моих медицинских в частности, коллег. Но мне кажется, те, кто вот это делают, слава богу, среди моих коллег нет нутрициологов, они все-таки серьезными вещами занимаются. Мне кажется, все это лажа. Кроме того, мне кажется, что это какие-то такие культурные вещи. Вот у меня трое детей там с какими-то довольно большими интервалами между друг другом, выросшие в Америке. И для меня это было так интересно, когда дети, когда они совсем маленькие, они могут спать в двух состояниях. Их можно положить на живот или на спину. Ну, ты его положил, и он там спит. Есть некоторый эффект, генетический или нет, никто не знает, но некоторые дети задыхаются во сне, есть такой синдром внезапной смерти младенца. Да, это первый год, по-моему. Да-да-да. Вот я на фоне своих троих детей пережил полный разворот сначала на 180, а потом еще на 180 градусов. Рекомендации Американской Федерации Педиатров, абсолютно очевидно, профессионального общества, которые сначала говорили в 91-м году на спине, в 99-м году на животе, а в 2006-м опять на спине. И все люди говорили, наверное, ну, это немножко как у Свифта, знаете, спорта, поконечников и остроконечников. В общем, я бы не стал на это очень серьезно. Я понял, то есть это такие, опять же, ну, я понял, настолько гибкая, неоднозначная история. Я у меня прямо это, взрывается мозг. Я, знаете, хочу к чему подвести, такой у меня вот вопрос относительно, не закрытый остался, по поводу вот тестов генетических. Все-таки есть какая-то польза помимо развлечения в этом? Или это все-таки нужно сейчас воспринимать как художественную литературу, как повеселиться и что-то про себя узнать прикольное? Мне кажется, что такие тесты хороши хотя бы потому, что человек, который это читает, наверное, потом еще почитает какую-то сопутствующую информацию. Ну вот мы все в школе учились, когда давно генетику и все остальное забыли. Ну, в принципе, современному человеку, мне кажется, полезно знать какие-то вещи. Что такое ген, что такое клетка, что такое геном, что такое, ну, масса вот каких-то вещей. И, может быть, вот такое, это такое скрытое просвещение, да, когда люди что-то про это знают. Есть люди, которым это важно. Это те люди, у которых, например, в семье есть история генетических болезней. Это как раз вот тот вариант, как мы когда-то говорили про какие-то аристократические семьи Европы, где там люди внутри семьи скрещивались, да, были браки внутри семейные. То есть есть варианты истории генетических болезней в семье, которые полезно выявлять, если вы ожидаете, что ребенок или один из ваших детей может оказаться больным. Это можно считать, что все это иншалай, все это в руке Божьей, Бог дал, Бог взять. Это имеет право такое существование, такая точка зрения. Есть другая точка зрения, что можно, наверное, таким детям, они все равно будут любимы, наверное, некоторые из них, по крайней мере, но им будет тяжело. И у родителей есть, например, способ в рамках планирования семьи, сделав генетическое картирование друг друга, если обнаружится, что у них есть мутации в одном и том же гене, у каждого из них, то они носители, и значит есть вероятность 25%, что ребенок будет больной, воспользоваться процедурой ЭКО и получить своего генетически, безусловно, никакого чужого, своего ребенка, но просто без этого, потому что будет отобран эмбрион соответствующий. Вот, ну, наверное, вот вы там, как-то мы там с вами обсуждали какие-то детали молекулярной биологии, вы начали внутренне содрогаться. Ну, можно от этого содрогаться, но с другой стороны, когда ты даришь жизнь человеку, ну, можно действительно действовать, вот как монетки бросать, но можно все-таки чуть-чуть более ответственно к этому подходить. А вот с точки зрения, опять же, планирования семьи и развития, недавно я слышал историю, которая мне показалась абсолютным бредом, но, тем не менее, не могу не спросить, потому что меня все равно заинтриговало. История следующая, что как раз была какая-то процедура ЭКО, и что чуть ли там не повлияли как-то на набор составляющих, и что родился невероятный гений, невероятный красавец и так далее. Сразу родился. Даже не через 9 месяцев, родился на следующий день. Да-да-да, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Но я подозреваю, что у любого, у любой пар любящих родителей рождается. Именно такое и рождается. Только такое и рождается, понимаете? Тем не менее, вопрос-то мой. Во-первых, возможно ли сегодня на этапе зачатия или развития плода как-то влиять? Это раз. Ну, я так понимаю, невозможно. Нет. Вы можете влиять только на... Смотрите, когда вы делаете ЭКО, то, как правило, за счёт стимулирования получается несколько яйцеклеток матери. Да. Ну, у нас с вами сперматозоидов до чёрта, там этого добра, что называется, всегда хватает. Потом оплодотворяют это дело, и во время процедуры ЭКО сначала делается сразу несколько эмбрионов. Да, поэтому часто двойняшки. Да. Вот. Эти эмбрионы, будучи полученные в чашке Петри, могут потом пуститься в рост, и потом можно, взяв из них совсем маленькую часть клеток, проверить, всё ли у них нормально. И, условно говоря, вот если мы говорим про такие простые менделевские признаки, выбрать тот, который гарантированно не имеет чего-то. Но мы не говорим с вами ни о какой инженерии, да, мы просто выбираем из... Мы не можем поменять у него цвет глаз. Нет, ни в коем случае. Всё, понял. Но так или иначе, самого стойкого солдатика из этих всех... Не самого стойкого. Я образно, я имею в виду, здорового, без отклонений. Ну, да, просто это же тоже такая тонкая вещь. Вот что такое хороший ген, что такое плохой ген? Что вы... Вот мы всех... Вы говорите, гений или не гений? Вот, например, там, не знаю, Стивен Хокинг. Он великий физик. Да, но при этом телом... Он великий пропагандист. То есть, он человек, которого как бы он известнее, чем, условно говоря, мы с вами, да? Гораздо. Да, 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 да. Это успех? Ну... У него генетическое заболевание. Да. У него тяжёлое генетическое заболевание, вот какая-то мышечная дистрофия. Значит ли это, что если бы он не имел этого заболевания, он был бы тем же, кем он есть? А может быть, он стал, я не знаю, спортсменом. Спортсменом, да. Да. Поэтому это ведь тоже очень такая непонятная штука. Если вы посмотрите и шизофрения, и какие-то биполярные вещи, они, безусловно, имеют генетическую подоплёку, которая не такая сложная, как в случае роста или веса, но там тоже тысячи генов, но есть ассоциация, но она просто фактическая ассоциация между некоторыми психическими расстройствами и творческостью, ну, как способностью видеть что-то по-другому. Мир по-другому углу, да. Это хорошо или плохо? Я понял. Или ты хочешь быть вот таким буржуаром, знаете, вот это самое, считать деньги в банке и... Я понял. А тогда у меня такой вопрос. Есть ли шанс того, что в ближайшем будущем, я имею в ближайшие, не знаю, 50 лет, мы сможем влиять на цвет глаз, не знаю, волос и каких-то ещё других вещей? Ну, смотрите, есть вот этот опыт Хитзанкуя, такого китайского учёного, которого посадили в Дзиндан и сейчас вот выпустили. Значит, он, это вы сейчас говорите про влияние, предполагает изменение. Изменение, да. Это называется сейчас термином генетическое редактирование, когда вы какие-то опечатки, как на старой пишущей машинке, условно говоря, меняете обратно, да? Такая технология есть, это вот генное редактирование с помощью метода CRISPR-Cas, за которую там пару лет назад дали двум девушкам Нобелевскую премию, и она позволяет создавать коров, собак, кошек и ещё кого-нибудь, просто направленно изменяя какие-то у них вещи, ну, если вам это хочется делать. Это конкретный китайский гражданин изменил двух девочек, ну, за что он, собственно, посадил, попал в Дзиндан, сделал он вот что. Дзиндан – это тюрьма? Да, да, тюрьма, китайская тюрьма страшная, ему, наверное, лили на голову на лысую теме воду, ещё как-нибудь пытали, били бамбуковыми палками по пяткам, в общем, отучали его от того, что говорили, так делать не надо, но это неправда, кажется, ничего этого не было. Тем не менее, он сделал ниже следующий опыт, он нашёл какое-то количество китайских родителей, с которых он взял якобы информированное согласие, но, как мы понимаем, большинство людей нормальных не может дать информированное согласие, потому что не понимают, о чём идёт речь. И опыт его заключался вот в чём. Дело в том, что вот есть вирус иммунодефицита человека, который вызывает СПИД, и, в принципе, люди азиатской расы довольно чувствительны к этому вирусу. А есть некоторые редкие варианты европейцев, у которых за счёт изменения в одном конкретном гене, кажется, устойчивость к вирусу появляется, вирус просто к их клеткам не подсоединяется. И этот господин решил сделать вот что, ну, коли так, то возьму-ка я вот эти оплодотворённые яйцеклетки, полученные в ходе ЭКО от этой конкретной пары, это будет будущий китайский человечек, но я у него изменю вот этот конкретный ген, чтобы он был не как у китайцев, а как он был у тех европейцев, которые устойчивы к этому. Ну, якобы он это сделал. Ну, и родились там две двойняшки, по крайней мере одна, кажется, была изменена. С одной стороны, он пробил некий барьер. Если всё это правда, потому что это не было нигде опубликовано, ну, как бы это всё было под ковёр засунуто. Ну, Китай, понятно. То, ну, некий прорыв произошёл в том смысле, что кто-то таки взял и направленно изменил что-то. Но есть некая проблема с этикой, потому что он, что он сделал? Никакой медицинской нужды в этом опыте не было. Почему? Фактически он сделал вот что. Он создал девочку, в которой он что-то там намострячил. Мы ещё не знаем, что ещё с ней произошло. Ей сейчас, допустим, 4 года. Что с ней будет дальше? Вот. В некоторой логике всего этого такая, что когда она вырастет до 20 лет или 25, заведёт контакт сексуальный с каким-нибудь мужчиной, у которого есть вирус иммунодефицита, то она к нему будет невосприимчивая. Но она, может, никогда и не будет с таким мужчиной иметь контакт. А может, вообще всё будет по-другому тогда. А зачем тогда ты к ней лез туда? Мало ли, что там ещё чего-то сделал. А вдруг она бродилась кривая и косая и прочее. То есть он не решал конкретно, он не спасал никого. Именно интересы ради ставил эксперимент. Да, он ставил эксперимент на людях. Так нельзя. Потому что если ты делаешь на кошечках или собачках, то если у тебя опыт не прошёл, ну, это как склонирование овечки-долли, ну, вот когда овечку-долли делали, было 200 яйцеклеток заложено, ну, не оплодотворённых, а подсаживанных, клонированных, или что заодно и что-то выросло. А могла бы вырасти какая-нибудь куркороляка, что-нибудь там было неправильно. Но одно дело, если это овца, ну, пошла она на шашлык, допустим, да. Цемистенькая. Нет, ну, хорошо, с почестями её похоронили на овечьем кладбище. Неважно. Но с человеком же так нельзя. Ну да, я понял. Тут очень тонкий вопрос вот этих экспериментов над человеком, потому что ты никогда не знаешь, чем это обернётся, и кто за это будет ответственный. Да, вот. А вопрос в том, кто учёный, но это посидел в тюрьме, вышел потом. А если человек, если, в некотором смысле, даже хуже, если человек, будучи очень сильно повреждённым, будет потом жить, кто будет за него ответственность нести, кто будет, не родители же, да, родители дали какое-то информированное согласие. Ну, что могут дать эти два каких-то там китайских родителя? На что они могут понимать в этом? О какой информированности вообще может идти речь? Я понял, тут как бы технически... Технически это можно сделать. Это можно сделать. Вопрос гигантский относительно этики и того... И нужды в этом. И нужды, главное, да, в этом, да. Потому что ты же не можешь удовлетворять... Ну, если мы придём к учёным, которые удовлетворяют своё любопытство, мучая... И кошек нельзя мучить. Ну, хорошо, я мучаю бактерии, я бактериями занимаюсь. Или там дрожжи или что-то такое. Мы считаем, что они бездушные существа. Но удовлетворять своё любопытство не на клетках человека, а на человеческих организмах... Ещё раз, это опыт заключающийся в том, что вы получаете оплодотворённую яйцеклетку, меняете в ней что-то по своему соображению. Вы почему-то решили, что вы там хотите поменять. Господь Бог. Да, яйцеклетку это подсаживаете потом к какой-то матери, ну, сказав ей, что всё хорошо. А дальше как бы надеетесь на авось, что всё будет нормально. Что-то нехорошо мне от этого. У меня к вам такой вопрос относительно... Как учёные, мнение учёного интересует. Как вы к Богу относитесь? Это не с точки зрения провокации, а мне интересен взгляд на вот... Ну, раньше мне казалось, что это абсолютно пустая концепция, она мне абсолютно была не нужна. Вот. А сейчас я... Я скажу как. Это вопрос не к Богу, а к смерти. Но Бог... А у меня это был мой следующий вопрос. Бог — это же как бессмертие. Бог — это гарантия бессмертия. Ну, потому что вот есть некая стена и прочее. Вот. Я там последние сколько-то лет живу в состоянии абсолютного счастья, любви, ну, такой семейной и так далее. И вот на этой стадии моё всё существо внутреннее, но это не учёное, это моё внутреннее существо такое. — Человеческое. — Человеческое. — Человеческое. Стать очень экспертными в какой-то области, стать учёными. Расскажите, пожалуйста, кратенько, как вообще произошло так, что вы стали человеком, который занимается такими исследованиями, что вы бы пошли в эту область? Потому что я сколько с вами смотрел материалов, никто не спрашивал вас об этом. А мне очень интересно, как так произошло. Мне кажется, выбора нету, с одной стороны, не было. Как я теперь понимаю, хотя вот мы начали с вами про теннис, я бы, наверное, хотел, чтобы меня то ли теннису учили, то ли музыке. Но у меня отец физик, мать физик-математик, и у нас друг семьи был, который был биолог, ну, это в Эстонии всё происходило, он был биолог, он был главный паразитолог зоопарка Таллинского, значит, там все эти звери и всё такое прочее. Он художник был прекрасный и рассказчик был замечательный. И когда он приходил к нам домой, мне было там лет пять-шесть, то есть он для меня был гораздо более важным, чем родители. И я просто хотел быть как он. И, ну, я, наверное, вряд ли стал как он, но я стал как он. Ну, то есть у меня не было никогда сомнений, что я хочу быть биологом, насколько я себя помню. Книжки какие-то родители давали. И кто-то из моих, ну, мой дядя учился в МГУ, у меня было, как, знаете, чаечонок, есть такая наука про импринтинг. Вот есть птичка, вылезающая из яйца, она мамой, считает того, кого она первой видит. То есть она ей подсунь, ничего не подсунь, вот эта мама, она за ней будет ходить. Вот. Ну, вот я когда условно из своего интеллектуального или детского яйца у этого вылез, вот у меня была картинка МГУ большого здания, а я просто знал, что я там буду учиться, потому что мне казалось, что всё остальное в Советском Союзе такая дыра. Ну, потому что... Ну, потом выяснилось, что я поступил на биофак, и это даже было не в главном здании. А, ну да, так это же в отдельном. Да. Забавно. А тогда ещё один вопрос. Вы занимаетесь интересными исследованиями, вы делаете, я знаю, большое количество разных интересных проектов. В целом вы посвятили этому жизни, и вообще, я так понимаю, что в этой области нужно очень много времени вообще посвящать непосредственно изучению. Ради чего вы это делаете? Какая у вас, не знаю, цель, идея жизни? Чем вы руководствуете, занимаясь этим? Ну, во-первых, мне это интересно, я это люблю. Ну, или, по крайней мере, до недавних пор я это очень сильно любил. Ну, это можно только делать из любви. Ну, как вы ещё... Нельзя же вас заставить этим заниматься. Это безусловно. Это первое. То есть, ну, мне правда было очень интересно. Раньше у меня были какие-то больше карьерных... Ну, не карьерные устремления, но мне хотелось что-то найти. У меня мой старший ребёнок, он такой анархосиндикалист, он такой вот просто отрицающий все государственные структуры. И в какой-то момент он мне, когда я пытался говорить, ну, начни уже что-то делать. Надоело мне за тебя платить. Он спросил, а ты чем занимаешься? Я говорю, вот я занимаюсь, будь как я. Он говорит, а что ты самый лучший учёный на свете? Я говорю, нет. Он говорит, а что ты тогда вообще выделываешься? Сын, да, приговорил быстро. И так я посмотрел на это всё дело и понял, что здесь есть свой резон. Но я довольно много времени... Кстати, в Америке я никогда не учил и не люблю учить. В России, сначала в Сколтехе, сейчас в других каких-то местах я очень много времени провожу. Может быть, это такая плата по счетам уже. Вот как вот тот человек, который был для меня ролевой моделью. То есть мне сейчас кажется, что способность передать... Мне кажется, что у меня, ну, большинство учёных есть... У каждого есть свой персональный стиль. Знаете, как с музыкой тоже и прочее. Это вот стиль, ну, исследования. Он не означает, что он лучше или хуже, но он просто твой какой-то. Вот мне вот этот стиль или взгляд передать какому-то количеству молодых людей... У меня просто много сейчас со мной работает народу. То есть это там десятки. Но мне кажется, это важно. Потому что потом, когда... Ну, когда случится то, что должно случиться, и ты уйдёшь, я думаю, твою науку всё равно забудут. Глупо считать, что ты станешь Ньютоном. Это не то. Но если есть сотни человек или две сотни человек, которые тебя помнят, и которых ты внёс в них вклад в их профессиональное развитие, то это важно. Здорово. Спасибо вам большое. Я думаю, что сегодня вы... Не знаю, сколько учёных нас смотрят, но я, кстати, думаю, что кто-то нас из учёных точно посмотрит. Напишите об этом обязательно. Я думаю, вклад в общество и вообще в целом в развитие меня, как минимум, и наших зрителей вы внесли очень большое. Я прям чувствую, что у меня появилось в голове, во-первых, много пищи для ума, а во-вторых, я стал чуточку умнее, чуть лучше стал понимать себя, чуть лучше стал понимать окружающий мир. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне очень понравилось. Я прям... Не знаю, как вам. Отлично. Я прям супер кайфанул. Ребята, дорогие мои, традиционно у вас есть очень важная задача. Во-первых, обязательно подписаться на канал. Если вам понравилось, нужно воткнуть лайк. Если не понравилось, можно воткнуть дизлайк. Мы таких людей отдельно запоминаем и выписываем. Но самое важное, самое важное, что нужно сделать, это в комментариях поделиться ключевыми какими-то выводами, идеями, инсайтами, просто интересными фактами, которыми вы сегодня подчеркнули, обменяться, почитать, что пишут другие, потому что это суперполезная практика. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо большое. Ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok